Можно придумать ещё персонажа Там тот же Спирит Брейкер Ну, в бане Пак! Нет, тогда нет Много героев Радиант Тим Пик Конечно есть, если ты так хочешь сыграть, то можешь Легион Командер Ну, да Это Джокер, его нельзя показывать Слишком сильно Ну, против Торрор Блэйда, против Бэтрайдера Нет, а две Финем могут взять Легион Командера Такая проблема, знаешь, в чём Пока берут Проблема, знаешь, в чём, что никто не тренит От Великого Командера Поэтому все, когда смотрят, да, он тут был бы неплох, думают они Но мы же ни разу не играли Поэтому они берут Виртус Про Радует, что второй день продолжают Ну, Финга продолжает Хороший раздрафт вести Хотя бы в первой игре, и не будем каркать И дальше продолжает Угу Угу Да Ну что ж Четвёртый пик для дофинем Как вам пак? Пак подвыпал Пак выпал как-то вообще из дота Последнее время очень редко стали этого героя брать И вы неоднократно объясняли почему Но вот в конкретно Этом пике это Хороший герой? Потому что мне кажется, что Может быть его дэмэджа как раз будет не хватать Вот для всей этой движухи Ну, вообще, ты знаешь, будет интересно, что пикнута дофинем Ласт пиком, есть подозрение, что они метят В какую-то медузу, может быть В гирокоптера, то есть я бы им советовал Уж по такой игре брать гирокоптера И у них очень серьёзный проказ То есть можно, на самом деле, не дать никакому Рублейду ничего купить Бак под Alter Titan, залетает Наносит страшный ДПС, можно Догончик бахнуть, на самом деле После блинка и просто шлёпать героев В принципе, пак в Войтеле Это одна из тех комбинаций, что В Войтеле, что пак, да, чуть послабее Потому что герои могут двигаться в Dreamcoil Могут отойти от ультимейта Но всё равно она, в принципе, рабочая тоже Под ультимейт можно очень хорошо положить Чтобы попасть там по многим героям Виртуз Про, кого стоит забанить? Может, Оракла какого-нибудь? Или он плохо заходит для ВП? Ну, ВП, скорее всего, Я думаю, планируют взять какого-то Роумера Они же играют именно так Ну, разве что это и Венгая есть Роумер Такое тоже может быть Мне кажется, что они, может быть, попробуют взять Тут не очень понятно, что Леон Леон, Рубен Баунти Хантер БХ-шка, ну, БХ-шка Могут, да Ну, они любят играть с Роумером И они захотят, наверное, сделать так, чтобы Можно было прийти к Бэтрайдеру Убить, прийти в мидл и как-то напрячь Они никогда не играют так, чтобы у них Два статичных саппорта было Венгард всё-таки вряд ли будет Венгард Типа, всякие Свен 10 секунд remaining Мне Свен нравится против Трэрблейда, но когда... 5 секунд remaining Ну, ну, да, типа неплохо Но у них расчет на то, что они в четвером будут гнобить Трэрблейда, пока антимак будет фармить? Типа, будет сплитпушить, фармить и вот здесь словить просто нечем, кроме бэтрайдера, который наверняка будет играть через барабашки Да, кстати, Морф был хороший, вот что я понял, реально был хороший очень Ну, возможно, они думали о нём, может быть, забыли, может, не играли, не тренили Морф против Трэрблейда, это, на самом деле, неплохая идея Ты делаешь хотя бы его иллюзию, она очень больно разваливает, это достаточно прикольно Ну и, в принципе, вот тут тоже нечем ловить Один из тех героев, который может подраться в лейте с Трэрблейдом, на самом деле Мне кажется, уже устная контра была Трэрблейду Прописано, можно даже и выпуск не делать Ну, Морф один из героев, который действительно неплохо против него работает Так, по идее Ну, Virtus.pro Last Peak, они, наверное, сейчас тоже думают о том, что антимага ловить не очень здорово И, может быть, действительно взять какого-то Леончика и помешало бы Леон Дезраптор Да, Дезраптор тоже ничё, тогда Вингаун у нас как раз сможет побегать Да, или Дезраптор сможет побегать, он тоже неплохой бегун Ну что же, Virtus.pro последний пик Еще 50 секунд есть бонус таймон для того, чтобы подумать и прийти к какому-то окончательному решению Ну и что же это будет, что же это все-таки будет Ну, антимага нужно чем-то ловить, это нужен суппорт с хорошим дезраптором Ну, вообще, Дезраптор Не то, чтобы у них прям горит такая, ну, не то, чтобы им контакт горит дико Ого! Ого! Интересный, кстати А, это контра, Рикимаун! Кстати, у меня выходит полная контра на Рики буквально через пару дней И я там говорю про Triant Protector И очень обидно Спасибо, Иван, важнейший поиграть на Virtus.pro Пока что от Finnem идут не так здорово по своему выступлению Ярослав расскажет после того, как этот матч закончится А у нас начинается Virtus.pro Против Virtus.pro Против Virtus.pro Прямо сейчас И мы передаем слово нашим комментаторам Гатханду и Майлштор ...взять их личную встречу За последние несколько дней они проиграли Спасибо, Иван, важнейшая игра Да и, в принципе, я так вспоминаю, греческие боги Они всегда Нашим СНГ-командам вставляли так палки в колеса Ну, тут не получилось у них Они как раз таки и проиграли ПРам, Имперцам и Team Secret Ну, Team Secret не совсем СНГ-команда Но в остальном Вроде как не так у них все замечательно на СНГ-фронте Ну что, можем прыгать в игру, я думаю Да, вполне Я никакой магии кастовать не буду Вы меня предали И коды теперь будут появляться без моего участия Тут, как всегда, мы видим Будет ли убита одна вышка предсказания Герой, который нанесет больше всего магического дэмэджа Вот здесь даже не знаю Ну, пусть будет год, второй раз поставим на Тимберсо Хотя, как-то битрайдер слишком много наливает Не, давайте попробуем Ну, ладно, год Пусть оставим Тимбера Число убийств выше до 25-й Виктор Вы не плохо угадываете Не буду вам подсказывать 6-10 Владимир, пользуйтесь своими аналитическими навыками Не надо пытаться Учиться нужно у лучших, но после игры Так, ну и больше всего вардов поставят Не знаю, ну пусть будет Так, пока представлю коллектив Виртус Про ФНГ будет играть на Тренд Протекторе Йоку, Бэтрайдер, Год, Тимберсоу Алоха будет катать на Террор Блейде И No Fear на Vengeful Spirit Так, у нас тут небольшая стычка Ну, нет, вроде бы она быстро заканчивается Сейчас посмотрим за баунти-рунами Затем, кто их заберет И представим команду от Финнам Так, забирает у нас Год верхнюю руну Ну и, точнее, нижнюю руну И Элдер Титан Элдер Титан от Спартана Антимаг от Маддары Пак от Тага Рикимару от Maybe Next Time Ну и в хардлине у нас Sky Ларк на Вестмастере Знакомые люди Знакомые никнеймы Да, греческие боги Удивляли нас на Еще квалификациях к Дрим Лиге Очень за них болели, но Им чуть-чуть не хватило Да пора бы уже, на самом деле Не на квалификациях им удивлять А уже сделать следующий шаг Но пока что по этому турниру тяжеловато Год будет стоять против Пака На самом деле, вроде бы неплохая линия для Года Потому что он Ну, Пак Не так много демоджа имеет На первых лвлах Возможно, чуть позже Когда он возьмет себе там шестой У Года Стоит сыграть аккуратнее Ну, пока что мы видим Стоит хорошо В любом случае Я смотрю на суппортов От финнам И вижу, что Особо нечем убивать Здесь Соло мидера На Нижней линии у нас ФНГ Вместе с Йог Стоят против антимага И антимагу здесь Ну, не сказать, что Хорошо живется Трудновато ему Единственная его радость То, что крипы все-таки Под вышку подходят Но нет топорика И 52 атаки Не так просто Вас хитить Скачает Манобрейк Да, ну и вот На верхней линии Алоха Видим мы его В очередной раз На Террблэйде По-моему, все игры, которые мы комментировали На первый канал Он играл на ТБ ТБ сейчас очень популярен Не только в СНГ Вообще везде Герой снова вернулся в доту Ну да, и очень хорошие у него действительно Показатели И по винрейту в частности Вот теперь тяжело сказать Кто же его ввел Но если посмотреть на тот же Манильский мейджор На плей-офф То там фнатики были одними из первых Разминают Алоха Убегает на эфиру Далее Ливенгармор Очень хорошо себя чувствует Скайларк при поддержке Рикимару здесь Потому что Несмотря на Ливенгармор Несмотря на силу ТБ Пока у него форма в кулдауне Может здесь Скайларк неплохо разминать Да, видимо, что тренд гоняется за антимагом по лесам Ну, на самом деле, антимагу здесь стики бы купить Стоит против Бэтрайдера и Лишними не будут Да, очень непростая линия Ну, и Мэйби Некста По-прежнему стоит наверху Вниз Ему прийти Он особо здесь Ну, ничем не поможет Хотя вот сейчас на Йоку Нападение сжигают Ему довольно-таки много маны И вообще пробивают Очень-очень плохо Пошел хит Неприятно здесь ФНГ ФНГ Вот сейчас его Семена подхилят И будет чуть лучше Ну, это вот Элдор Титан Его иллюзия Которая дает ему много дэмэджа Чем больше людей на линии Чем больше крипов Тем он становится сильнее И думаю, что Рикимару Возможно перетянется на нижнюю линию Но сделает это Как-то постарается сделать неожиданно Чтобы удивить своего соперника Ну и на верхней линии он, да, действительно Очень-очень неплохо смотрится Если говорить про центральную линию Ну что, он подходит к Тимберсо Делает тычку Тимберсо нажимает первую И он теряет практически там половину хп Это слишком неприятно Вообще здесь миг для Года шикарен Вот так Увернулся от Верлингдесса Год вообще сейчас В последнее время Неплохо себя показывает в миде Поднялся Это явно Просто мэйби next time Не дает сделать ничего Абсолютно Здесь no fear И поставлен был центряк Ну вот этот вот центрячок Который охраняет деревья У нас трипла получается Уже на топе от Virtus Pro Стягивает сюда еще и дерево Это значит, что бэтрайдер остается один До сих пор не покупает стики антимейдж Странно, странно Я бы вообще сказал, что у антимага была не самая простая линия И сейчас его отпускают Но если посмотреть на его крипстат, то у него 17 крипов Он держится в топе Несмотря на эту тяжелую линию для себя Он все равно нафармил там достаточно много И пока что по лейнингу смотрится даже чуть предпочтительнее команда от Finn У них три героя в топе В то время как чуть бэтрайдер подотстал Ну, миксуется сейчас на самом деле Топ Потому что там разница в 1-2 крипов Качается здесь Rikimaru Да, с этой триплой уже тяжеловато справляться Бестмастер уходит в леса Он имеет на это полное право У него масса возможностей Может быть стоит побыстрее взять талончик Рикки остается наверху получать себе experience Телдер Титана разведают своими иллюзиями тем временем Ну и на нижней линии уже очень непросто будет здесь стоять бэтрайдеру Очень хорошие против него Очень хорошая дабла в исполнении от Finn Сейчас еще кольцо Ригина должно появиться у антимага Ну, чтобы он вообще не просидал Усыпили Йоку, Йоку Он теряет манну На самом деле здесь аккуратнее надо быть Спартану Да, Матдара просто бегает по огню Ему наплевать Потому что огонь второго левела и без стаков напалма С первой пассивкой он пробивает антимага очень-очень слабо Год Гоняет пака Ну, трудновато это сделать, конечно Особенно если успевает шифтом и выйдет Рейлинг Дэс Да, тут линия такая, что и год ничего паку не может сделать, если пак не ошибается И пак году тоже Но вот сейчас у пака появляется довольно-таки неприятный рассказ У него есть третий иллюжерер У него есть ульта Так, выход тем временем на Скайларка Сразу пошел сейф ДП Скайларк пытаются догнать Догоняют Вешается тучка Скайларк начинает пробивать Но также поседает ноуфир Вешают ему броню Очень больно Мэйби Некст тайму остается буквально 20 кп Но добить не получается Отличная игра от Рики Подсервил своего тиммейта Да, еще смог упрыгнуть Есть тп Ноуфир Может пострадать Кто сюда летит Очень долгое тп пролетает Пак Ноуфир Запрыгивает Пошел Саймонс Дримкоил Вот это и есть фирт ватт цага замедляет Пошел Сиднюю Еще имеется шрифт Он сейчас прячется Ребется дримкоил Погибнет скорее сущей фнг Но пака забрали А тут преследование Алохи Нуууухы С Кабантиком Вряд 39 б взял обе с мастер На самом деле Подфидили Сейчас помню ещё немного sage Ну 2 в 1 размин получился Да паката конечно забрали Но отдали двух суппортов При этом зашли далеко за вышку Тяжело сказать в чью пользу этот размен был Ну давайте посмотрим drift & recap Нет не посмотрим Но, судя по графикам, от Финнам, да, чуть больше получили, и они врываются вперёд. Всё-таки два героя на одного в начале игры, это всяко лучше, даже несмотря на то, что он митинг. Контр-инициация здесь. У Спартана могут быть проблемы, потому что нет у него эхо-стомпа. Очень жёстко его прожигают. У стики пока ещё есть. Пять зарядов. Есть стики. Пошёл слип. Погибает от Firefly. Ещё продолжают преследовать антимага. Неужто Йоку его просто догорит? Антимаг погибает. Даблкил от Йоку. Великолепная игра. Но придётся, скорее всего, погибнуть. Хотя Левик Армор от Дерева, как же его сейвят? И уже не взять. Спрятали в инвиз. И просто Йоку убегает. Великолепная игра от Йоку. Очень здорово здесь сыграл. Ну, вместе с ПНГ. Узнал тонкую грань, когда можно бакануть. И опять же Дерева, который своевременно среагировал за Сейвилова. Да, здорово они вдвоём здесь разобрались. И получают хорошее преимущество. Maybe next time. Неплохо было бы сбить Кларити сейчас, но он предпочитает не палиться. Хотя всё равно сейчас, если он собирается в мид, там есть варды, и его будет видно. В итоге Кларити не сбивает. Просто ставит вард сюда. Да, тогда понятно, почему он решил не палиться. Потому что, значит, мы могли бы понять о том, что здесь где-то обсервер. И уходит опять на верхнюю линию. Ну, в общем, седьмая минута игры. Можно, я думаю, переключиться на Нидворца. Надо посмотреть. Небольшое преимущество теперь уже ОВП. Тысяча с лишним голды. Но оно действительно небольшое. Попадает станом в Йоку Элдер Титан. И за счёт этого отступает. Правда, стягивается сюда и Тимбер Со. Это очень опасная, кстати, ситуация. Сара выжигает ману, Йоку. Рысь так накинул, тернрейт убавил. Приходит сюда и Тимбер. Да, и есть Блинк. Тут Сатир воюет против команды Virtus.pro. Он недоволен, что так много людей в лесах. Ну и просто года вынуждают отступить. Хороший урон находится в лесах. Да, у него Аркан Руна была. Он надеялся её как-то реализовать. Сверху может быть опасный выход. И, возможно, не знают о подключении пака. Может, вы видели, как он уходил с линии? Ай, Руар не успевает составать Бистмастер. Поэтому получается уйти. А здесь снова на антимага. И 8 секунд до Блинка. Горит на него Йокух. Оставится хороший Дримкоилл по двоим. Йоку его тут же разрывает. Ну и преследование, наверное, на этом остановится. Но можно спушить. Гот. Так, не ушёл отсюда. Возвращается. Начинает спиливать. Проблема у Титана. Титан погибает. Упрыгивает АМ. У него остаётся 80 хп. Пак получает стан. Пару тычек. Отпрыгивает на арбу. Ну, Бэтрайдера вот сюда отпускать не должен. Да. Очередной килл от Йоку. Там ещё пытаются найти смагу, что ли, найти. Да, у него Блинк уже есть. Он упрыгивает. И, наверное, не получится его взять. Как же сейчас давят ВП по нижней линии. Пришли сюда в пятером. Явно были не готовы. Отпином. Вместо того, чтобы встречать эту драку в пятером. Или наоборот уйти. Они перетянули малые силы. Ну и, естественно, их здесь распилили. Террор Блейд вместе с Тимберсо. Сносят первую вышку. При этом сразу же отправляются депить свою. Пока что у нас Скайларк не проявил себя никак. У него уже седьмой левел. Но до сих пор не было ни одного ультимейта. Ну, он продолжает стоять на своём лейне. Хочет собрать некрачей, до которых совсем чуть-чуть. И с ними, возможно, либо сплитпушить, либо уже пытаться какие-то сделать фраги. Ну, с Рикки Мару вообще есть такая возможность её по мне. Кучка, Рор, некрачи и таргету очень трудно выбраться из всего этого. Конечно, тут масса хороших героев для гангов. Это и Пак, и Рики, и тот же Бестмастер. И всё это создано для того, чтобы создавать спейс-антимагу, и чтобы он смог нормально фармить. Пока что у Аэма не всё так хорошо. У него Пурман Шилд, колечко и ПТ. В то время как у того же Террор Блейда мы видим Аквила ПТ, но 1400 голды. Сверху. Ну и серьёзно он опережает по надворцу. При том, что ТБ герой, который фармит достаточно быстро. По графикам видим, что 2500 его поведут. Даже почти три уже. И по XP также ситуация в их пользу. На топе. Титан пытается усыпить. Усыпляет ФНГ. Будет ли какой-то врыв? Нет. Врыва не будет. Просто пугает. Может быть, на ТБ какие-то развести хотел, но ничего не получается. Никто не стал ФНГ сейвить. Неплохо. Так, мэйбинокс тайм заходит в леса. Мэйбинокс тайм вообще пока что в игре смотрится очень блекло. Вот говорили о том, что Рикки этот... Ну, герой, который может зайти, а может и не зайти. И пока что в этой игре он заходит, ну, крайне слабо. Вообще ничего не сделал. И надворц у него маленький, и левел, и обилки его не используются. Бутрайдер снова гонится за антимагом, но убить, наверное, не сможет его. Сейчас уже тяжелее. Уже начинает качать блинк потихонечку и убить его. Второго уровня, только все-таки КД все равно большое. Да, можно и догнать. В итоге в смоках передвигаются на Бутрайдера и сейчас могут увидеть. Увидят Йоку. Да, видят Йоку, видят Ноуфира. Птичкой. Ну, наконец. Можно просто поставить Дримкоил. Пытается Дримкоил. Роар Йоку. Дримкоил Ноуфир порвал. Вей оф террор. Я думал, хотел свапнуть, скорее всего, Бутрайдера, но не получилось. Ноуфир. Ноуфир пытается уйти. Никого сейф ТП нет. На топе в это время тоже Драка пытается забрать Титана. Титана забрали, ну и Кувинга здесь тоже погибает. Ну да, на самом деле Титана, конечно, забрали, но потеряли Хардленера и Суппорта. И если бы Год не был занят вот этой Дракой наверху, не сделал сюда ТП, он бы вполне неплохо мог порваться на мид, кинуть вот сюда Тимберчейн и просто запилить всех тех, кто бежал. Ну, во всяком случае, помешать, как-то догнать. Может быть, сделать контрфраг какой-то. Верхнюю вышку все еще пытаются не отдать. Кстати говоря, здесь Вейл появляется. Прокатывается Арбой по Алохе Пак. Но Алох не особо боится. У него рейндропы, у него есть ультимейт. Поэтому наверняка пойдет тыкать в вышку дальше. Крифы есть. Пошла иллюзия. Ну и попытка задынает, будет или нет. Против ТБ это очень тяжело, поэтому Пак даже не пытается. Да, рейндропы хорошо помогают. Амор практически ничего не наносит. Пока что работает. Выходит сюда Тимберсо. С дабл дамажем Пак шел по Паку. Очень больно. И чуть руки мог в розатыкать, но не получилось. Ультимейт захотел кинуть Элдор Титан, но не было вообще никакого ассиста. На самом деле, чуть-чуть бы урона по Тимберсо вписать, и ультимейт Титана мог бы его разорвать. Но совершенно никого не было рядом. Решил подсейвить свой ультимейт Спартан в итоге. Ну и, по-моему, игра несколько выровнялась. То есть, было небольшое преимущество ВВП. Оно сохранилось. Но да, как мы видим, чуть-чуть от пином подсократили отставание за счет парочки киллов. По вышкам они сильно не проигрывают. Один на два у нас всего-навсего. Так, ну и Йоку. Йоку по билду Миндера отфайном прожимают смоки. Да, пока Йоку выходит на низ, отфайном прожимают смоки и идут в лес. В лес соперника. Смогут ли это зачитать в Virtus.pro? Смотрим. В очень опасной позиции Алоха, но он делает телепорт. Возможно, тоже будет смок-атака. Вейва в террор. Не заметили его отфайном. Их уйдут. Ну, вряд ли Тарашан. Без формы УТБ еще 30 секунд. Тарашан будет трудновато. Просто поняли, что их, скорее всего, ищут в смоках и сместились в очень сейфовую позицию, где тяжело будет атаковать. Здесь тренд стоит на разведке, стоит observer sentry. Понимаешь, что в безопасности. Так, ну и будет подпуш верхней линии. Да, на верхней линии вышка уже фуловая. Вот это преимущество тренда, то самое. Есть и фортификейшн еще. То есть здесь может вышка очень долго жить. Ее ковырял бисмастер. Обычно в этом играх всегда тебе плюс, когда ты ковыряешь вышку. Но с трендом, если ты его поковырял, потом отступил, может быть, небольшой плюс. Тем временем, Элдер Титан дает отличный стомп. Помешает сейчас забрать Рошана на некоторое время. Стягивается сюда пак. Стягивается сюда Рики. Также, возможно, антимаг придет. Но, по-моему, лучше отфинам отдать этого Рошана. Очень непросто на нем драться. Смотрим. Может быть, просто потянуть время. За спиной. Сид. ФНГ посадил. Заходит бутли корни. Может отставать по четверым. Корни от ФНГ. Пошел слаб хп. А предсказать такить пака. Пак. Лассо. Не успел отставать бэтрайдеру. Прыгивает отсюда так. И уйдет, скорее всего. Вот Рики не фактор. Хотя нету. Нету уже рута. Зацепили пака. Пак. Арба. Отпрыгивает. Пичка долетает все-таки. Минус от Vengeful Spirit. А на топе в это время мы видим Бестмастер веселится уже с Т2. Ты один забрал? Рошан-то стоит пока. Да, Рошан стоит. И неплохо удалось подраться. Хорошие были корни. ФНГ вышел в спину и поймал соперников. Но также отличная комбинация Трим Койла и ульты Элдер Титана. ВВ пришлось просто бежать из этого Трим Койла. Попадать под стан. Было не очень круто. Пытаются догнать Года, но он слишком мобильный. Все-таки Рошан достанется команде Виртуз Про. Но слишком тяжело таким пиком помешать, забрать. Антимак еще не разогнался. В отличие от ТБ. Это, наверное, одно из главных различий этих двух героев. То, что ТБ гораздо раньше может заходить в драку. Да, он хлипкий, но у него куча демеджа. Антимагу тяжеловато. Ну, под деревом не такой уж и хлипкий. Ну, тем более, да. Тем более, дерево. Батрайдер. Даггера все еще нет. Отгоняет Мадару. Ну и Тимбер. Почти 12 уровень. Пойнт-бустер в кармане. Ему что-то еще летит, наверное, да? Солринг есть. И рецепт на Блатстоун. Думаю, что Блатстоун скоро будет уже у года, потому что 16-ая минута у него все очень хорошо. 2-0-1 и должен появляться. Рики дает неплохую разведку. По-моему, видел уходящего в инвест Трента. Так, 100% видел. Ну и Рики пока что чуть впереди. Ну, кстати говоря, тренд вот этот тоже, он схож с Рики именно по этому показателю. Он может ходить разведывать в инвизе. О, курица. Смотрим на курицу. Курица. 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 Ждет, пока купит. Да не, он просто ждет наверняка. Ать! Вот почему он ждал, потому что слишком маленький урон у него с руки. В итоге дважды по ней тачканул, но убить все равно не смог. Как же так герой из доты не может убить осла? После, когда... Ну, толстопопой такой получился осел. Это просто Рики дрищ. Посмотри, еще и подливинг армором осел. Его реально не пропить. И покупает у нас блинк Бэтрайдер. Ну, теперь игра от ВП пойдет чуть более активная. Будут они пытаться реализовать наверняка своего... хардлейнера с хорошим ультимейтом. Ну и посмотрим, что будет делать от Финнам. У от Финнам антимаг уже купил себе Блейдов Алакрити. Есть у него БФ. Начинает фармить быстро. Как мы видим, он почти догнал ТБ, хотя разница между ними была существенная. Ну да, у ТБ как-то фарм, не сказать, что сильно разгоняется. Есть Аеги, сейчас желательно подраться как-то. Видим, дерево выхиливает вышку на ботами. Старается не отдать ее врагу. Правильно, у дерева есть такой бонус. Поэтому вышки надо забирать с первого раза. Ну просто все, что сейчас происходит, оно на руку от Финнам. То, что они вчетвером и соперник стоит, ну тоже где-то готовится к какой-то атаке. Вот сейчас ВП разбивают смог и пойдут, может быть, атаковать. Просто вот он, вот он антимаг. Он бежит и 500 монет остается между ним и ТБ. Видит сейчас иллюзия ТБ. Хороший скан был проюзан. Видит атаку в смоках команды Virtus.pro. Ну точнее догадываются о том, что она там где-то происходит. Хотя вот, например, Спартан вообще бесстрашный. Он видел, что соперник в смоках, но... Ну ты мэйби бесстрашный на самом деле. Пошли дасты. Спрятался в ультимейт. Можно пытаться взять. Ставится смокскрин. Стан. Ну он не уйдет отсюда реки. Хотя пытается на блинке уйти. Там сейчас дасты закончатся, но нет. Алоха все-таки дотыкал. А там еще преследование продолжается антимага. Будет ли блинк? Еще 5 секунд. Поэйма будет блинк быстрее. Вот. Корни, корни от ренд-протектора. Хватает антимага. Антимага. Есть шанс распилить. Совсем чуть-чуть. Остается у него хп. Да, удается это сделать. Слишком авантюрно здесь Мадара играл. У него там был еще и блинк на кулдауне. Его первый раз чуть не подцепили. Но в итоге подцепили второй. Хорошо удается поймать Аэма. Ну Аэм слишком безбашенный. Если уж ты так вот фармишь во вражеских лесах, ну держи блинк на готове. Но в итоге он там еще и с кулдауном на блинк. Какую-то слишком вальяжную доту играет. Выход на Т1 на ботами. Фортификейшна нет. Ливеньк Армор здесь тоже не спасает, потому что слишком много крипов месит. Есть ТП. Ливеньк Армор повесили. Тавр падает. Пошел в танк Винги. Пошел в фаб. Подтащили Скайларка. Накричал на ноуфир. Остается Дримкойл по-троим хороший. Разрывает его Гот. Поэтому застанился. Винга уже в таверне. Скайларка отсюда, наверное, тоже не отпустят. Да. Гот. Его добивает. Ну, выжили, скажем так, хоть какой-то плюс из этого размена, помимо вышки. Забрали еще Вингу. Но, конечно, Бестмастер стоил значительно больше. Тем временем еще и вышку забирает у нас господин Алоха. Получает Сайленс. Ну, такой себе Сайленс. И Алоха. Ну, это маленькое преимущество. 3000 по XP тоже преимущество небольшое. И продолжают играть в свою доту обе команды фармить. Не знаю, мне почему-то ТБ нравится больше, чем антимаг. Супер лейти. Да. Мне тоже. Сплит пуш, конечно, у антимага сильный, но именно в масс-файте, когда все иллюзии начинают кулатить твои саппорты и не только саппорты, пак тоже очень тонкий начинает разваливаться. Опять же, рефлекшн. Рефлекшн и антимаг бьет себя очень больно своей иллюзией и ничего не сделать. Это еще один плюс ТБ. Но посмотрим, посмотрим, что здесь будет над Финном. Рики спалил смок, по-моему, сейчас. Да, но дасты почему-то клацать не стали. Ну да, очень странно. Заканчивается Аегис. И центральная линия у нас с иллюзиями Террор Блейда расправляются. Единственное, вот что можно сказать про Террор Блейда и его минусы, это Элдер Титан, который уже девятого уровня. У него третий в Нейчерл Одер и он срезает очень жестко броню. Это то, чего мы ждали в общем-то от Элдер Титана. Продолжает палить здесь Рики Мару. Пора уже расставлять в Ардре, по-моему, как ты его ловить. Потому что он наглеет жестко, на года накричали, темперчейнг спиллер, пошла бороза, год очень больно, добивают года. А взять в ответ никого не получится. А тут еще и науфир может погибнуть, на самом деле. Хотя пошел Ливен Кармар, засейвили. Опять Элдер Титан. Как же много демэджа он влил. От урона. Там Бестмастер со своими некрами, с рором, внес тысячу. Элдер Титан просто за счет двух спиллов. Может быть трех. И получает четвертый Natural Order и теперь срезает всю белую броню Террор Блейду. А это 21 единица. Это очень сурово. Антимаг уже подбирается к манте. Опять он потихонечку догоняет ТБ. Фраг, конечно, очень сочный на Тимберсо. Выбили кучу зарядов из Бладстоуна, получили очень много опыта и золота за него. Бетрайвер запрыгнул, Спартана потащил, Нуфир, Будем его в Террор. В КД он пока, но стан есть. Пора его кидать. Отдают. Да, это всего-навсего Элдер Титан суппорт без ультимейта, при этом никакого возможности ему помочь нет, нет никакого жесткого сейва. ФНГ ищет антимага, кстати говоря, с гемом ФНГ. Ну, вот перед Рикимару труднее передвигаться по карте. Да, теперь ФНГ его видит. Но Рикимару тоже может взять гем, ему никто не мешает. Он же пока что выбирает стратегию массы сентрей, заставил ему всю карту. Так, ну и Мадара отправляется у нас на центральную линию. Да, по-прежнему тут борьба идет вардов, я так понимаю, 11 от Финна, 10 ВП, я уже даже не помню, на кого я ставил. Я ставил на Virtus.pro. По-моему, тоже. И пока они проигрывают саппорт и не доигрывают. Да, возможно, если особенно там игра сильно затянется, тренд купит какой-то аганим, то в вардах вообще будет не так сильно нуждаться ВП. Да и в принципе здесь скорее ставят больше вардов тот, что карту контролирует. против антимага это не особо выиграет, но он своими блинками и БФом срежет все. Срежет все моментально, да. Так, иллюзия террорблейда заходит, ее обходит аккуратненько Спартан, не палится. Очень сильно прижимаются ВП к базе, вот мы видим, что контроль карты все-таки за командой от Пином, это и бестмастеры Рики. Ну, Рики сейчас труднее, вот с появлением гема намного опаснее. А где, кстати, гем-гем у тренд протектора? Да, ну, гем вроде есть, а все равно ВП прижимаются к базе, и здесь очень нагло действуют греки. Смотрим, выход на пака, пак, залетает, пытается сейчас бэтрайдер прыгнуть. Ну, его должны ловить. Запрыгнули на бэтрайдера, ставится смокскрин, начинает спиливать пака, много дэмэджа от года, тимберчейн пошел, есть попытка спрятаться в шифт, но уйти не получится. Рикимару провязывал ультимейт, получает диск, пять героев в пяти разных точках карты. АМ фармит нижнюю линию, бестмастер свой лес, элдер титан мид, и еще два героя вверх. Ну, если ВП будут давать так играть безнаказанно, это ГГ, поэтому они, естественно, выходят, убивают. Вопрос в том, что достаточно ли этого. Как мы видим, по графикам это много не дает, и по-прежнему от финнам держатся вот на этой вот границе в 3000 голды. ТП надо выфармливать больше. Опять же, надо сейчас Рошана забирать, это определенно. У них вроде как все для этого и есть. Манта появляется. Утреба, пантимагуш, давно Манта. Интересно посмотреть стычку 5 на 5, вот именно как себя Терраблейд покажет под аурой Элдер Титана, как себя покажет бетрайдер, очень важно, что сделает бестмастер. Ну, каждый герой здесь является ключевым. Бестмастер взял Блинк уже, у него Транквилл, Рэндроп Блинк третий негра, очень хороший айтем билд. Теперь соло фраги может делать на карте легко. Да, видит Трента, который заходит с гемом. Да, видит его, вызывает третьих некров, побежал, увидел Трента, но рядышком Терраблейд ворваться нельзя. Просто вызвал некров для того, чтобы видеть, подходит к нему трент или нет. Такая оборонительная игра. Может быть, не самая экономичная, но... Ну да ладно. Придимару снова за спиной угода, дает вижен. Ну что, остается сейчас забрать Рошана, ВП. Они, в принципе, имеют очень много возможностей для этого. Есть Терраблейд, есть Гем. Вызвал третьих некров, бестмастера, и они у него сейчас будут в кулдауне длительное время. Но вместо этого ВП куда-то бегут. Они бегут, бегут, гонятся за Рики, которые в инвизе. Но могут найти сейчас на самом деле. Дерево чуть ускорится. Бэтрайдер ставится смоукскрин. Бэтрайдер зацепил Рики, и надо тащить, наверное, подвышку, потому что там ТП есть, или будут рутать. Вот он, Тимбер, ставит диск, отпрыгивает отсюда Рики Мару. Как делать? Что просто уйдет, он на топ прыгнул. Ну, выше. Видимо, не один я задался вопросом, а где он, потому что он действительно куда-то улетел. Там очень красиво хотелось сделать Мадара. Он оставил две иллюзии, точнее, иллюзию и себя стоять неподвижно, а иллюзию отводил. И Бэтрайдер должен был прыгать типа в иллюзию. Но они сделали все несколько проще, прыгнули в Рики, в итоге даже Рики забрать не смогли, ВП. Не очень круто все для них происходит. Много времени тратят на беготню за Верикимару. Да, их разводят как детей. И сейчас еще и сами в смоках от Финнам выходят. Этого могут в Виртуз Про не ожидать. Но должны сейчас прочитать. Нет, они опять хотят на верхней линии. Здесь Тренд. Тренд подходит. Трента. Трента не видно. Трента не видно. Трента не видно. Видно. Надо было рутать. А теперь он уже без маны. Мана воет. Минус. Тан, в антимах. Боже мой, какой же ты бычар. Ты просто взял и пошел все равно в четырех героев. Но это... Я не знаю. Почему его не будет 70 секунд? Это подарочный Рошан считает, что Руар пошел в год. А год год точно такой же бычара на самом деле. Он просто пошел в четырех человек на ботом. Очень странная игра. Опять же, видимо, совсем сбили с толку от финнам своим вот этим бесконечным сплитпушем. И год просто не понял, что три человека стоят уже там 30 секунд в смоках, ждут его, когда он сюда придет и когда его можно будет убить. Хотя, опять же, ну, ситуация для такого опытного мидера, она довольно понятная была. В итоге, две очень странные смерти кур-героев, при этом еще погибает Трент Протектор. Кстати, важнейший вопрос. Что с Гемом? Давай посмотрим. Его забыли. Да, он у Бестмастера. Он у Бестмастера. А, то есть, давай цепочку событий восстановим. Гем был у Трента, он зашел, его забрали, его успел подобрать год, убил антимага, ты бешнулся с Гемом на низ, и его там приняли. А ты уверен, что было все немного иначе, когда забрали Трента, Рикки Мару просто забрал Гем? Пошел. Ты думаешь, Рикки забрал Гем? А почему нет? Ну, возможно, возможно так, но просто он оказался у Бестмастера, который только что был на линии с Годом. Ну, вообще. Сейчас посмотрим, есть ли слоты у Года. Тяжело понять здесь рецепт на живу. В любом случае, факт остается фактом. Виртус Про отдали Гем, и теперь у них с Рикки огромные проблемы. Они сейчас выходят. Находят Титана. Привет, Титан. Спартан. Понятное дело, не получится уцепить. Год. Забирает его, и можно идти на Рошана. Что там по форме у ТБ? 38 секунд ее еще не будет, но можно заходить. Все-таки 40 секунд не будет Титана. Да, и Титан, конечно, с одной стороны, это не тот герой, но вот именно то, что можно забрать Рошана, это хорошо сейчас. Опять же, суппорта все равно забрали за Смоук. И если бы не Рошан, то были бы не очень довольны. Смог ли разминать вышку от Финнам? Нет фортификацина? Да, смогут. Я практически уверен. Пака. Находят. Нету лассо. Пак. Арба через... Хороший стан от Ноуфира. Великолепная игра через свап. Классно сыграл Ноуфир. Забирают. Там надо дефить топ. Там надо дефить топ, потому что Мадара уже заходит на хайграунд. Манта стояла есть. Владмир имеется. Подходит Некрачи. Пошел Рор. ФНГ. Почему так неаккуратно? Чего ты здесь ждешь? Удаленные сплы. Ливенг Армор. На вышку. Зачем ты стоишь и ждешь? В итоге минус. Вышка. И начинает пилить Антимак. Уже барак. Нет. Все-таки уходит с Блинка. Рошана забирают. Ставится тучка. И спокойно уходит. Очень долго пилили этого Рошана. И в итоге за Рошана отдали две вышки. Чуть не отдали бараки. Отдали еще и ФНГ. Тем временем упал у нас пак. Тоже по собственной неаккуратности. Ну, пока что супер неаккуратная игра. И от той, и от другой команды. Я вот по-другому даже не могу сказать. Другого термина какого-то подобрать. Потому что все эти ошибки они являются какими-то вот именно потерей концентрации на доле секунды. Или там даже не на доле секунды. Ну, концентрация когда ты просто подходишь к Т1 посмотреть на Безмастера с Рором. Там даже момент такой был то, что он кинул Ливенг Армор на Рошана и ему ломали вышку. Может быть стоило там на вышку как-то ее кинуть. Но он кинул туда и смотрел туда именно на Рошана что там происходит с Терраблэйдом. Вообще забыл про то, что Безмастер может прыгнуть и тебя убить. Но, тем не менее Virtus.pro забрали Рошу. У них снова Егис. Хотя преимущество у них... Преимущество мы видим, да. По золоту немного отыгрываются ребята из Этфайна. Но у антимага все хорошо. Он выравнивается прям в копеечку, можно сказать, с ТБ. Ну, чуть-чуть ТБ ведет. Но мы понимаем, что это буквально эншент крипы там или еще что-то такое и все ровно. Вот опять же ты сказал, что тебе нравится чуть больше Терраблэйд, чем антимаг в Лейте. Наверное, так и есть, но в сочетании с Элдер Титаном антимаг гораздо сильнее. Он просто уничтожает. Там не армированный этот ТБ. У него минус 24 армора. Он остается с нулем. И 1600 кп его улетают в секунду. А все иллюзии, вот что самое приятное для Эмма. У него есть БФ и все иллюзии он кладет за несколько ударов. Кроме неуязвимой иллюзии, который его бьет. Кроме рефлекшен, да, кроме своей собственной иллюзии, которая наносит ему, наверное, главный дэмэдж здесь. Виртус Про по-прежнему очень сильно прижаты к базе. Что делает Maybe Next Time? Maybe Next Time заходит на вражескую базу, ставит там вард, пышки нету, видит, что на базе никого, должен понимать, что ВП где-то либо фармят, либо выходят в смоках. ВП действительно выходят в смоках, но они разворачиваются, потому что они ничего не делают. Покупают еще варды на базе у ВП, чтобы расставить. Ну да, благо нельзя купить чужие варды. Это было бы жестко, слишком. Куреон прилетает, закупается на пулбай и улетает. Это бы сейчас Рике сделал сурово. Так, в итоге ставят в центре, видят, что здесь нету вардов, вообще не находят ни одного игрока ВП, ну и сейчас понимают, что ВП на миде, потому что там показался Terrorblade. Вот сейчас можно уже сказать, что Maybe Next Time в начале игры он так себе работку выполнял, но сейчас он слишком крут. Он видит курьера. Он видит курьера. Попытка номер два. Курьер против Рике. Курьер снова вывеждает. Все еще. Осел. Уй. Все еще слишком слаб Рикимару. Или осел, это же Данки. 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 Уй. Виртус Про на миде стоят, смотрят на хрипом четвером. Maybe Next Time он попутал, где его база, где вражеская и живет уже практически на базе у Виртус Про. Да. Так, у нас иллюзия ТП отвлекает как-то крипчиков на себя, но пытается выиграть время. Все равно сейчас придется идти отпушивать. Это факт. Штат. И антимаг в опасной позиции. Он сделал ТП вниз. Здесь как раз два героя команды Виртус Про могут выйти, пытаться его забрать. Антимаг. Прячется в лесах. Его было видно. Я не уверен, что битрайдер успеет схватить лассоду нажатия мантастайла. А после нажатия мантастайла битрайдеру надо оттуда убегать. Угу. Это факт. Да, в итоге второй гем появляется у команды Виртус Про. Тимбер покупает себе блинк. Титан. Пытался заслипать годом. Не вышло. Хотя, я думаю, продолжения никакого бы не было. Да, слишком далеко. Матарат прыгивает. Находится АМ. 2400. Что он будет собирать? Ну, скорее всего, это должен быть Абисал. Ну, наверное. Хотя, возможно, пойдет какой-то дэмэдж. Типа бабочки или еще что-то такого. Он Вангвард покупает. Да, это Абисал Блейд. 3600. Тем временем, у Бестмастера очень близок он к рефрешеру. Если хочет, конечно, рефрешер. Ну, здесь что еще он может купить себе? Наверное, рефрешер является лучшим выбором, потому что того же Бетрайдера, того же Террорблейда важно держать в стане. Может быть, ФНГ. Хотя, опять же, ну, вот антимаг такой кэрри, который не так сильно боится тринтап, потому что есть Манта Стайл. Можно выбраться. Здесь нужно ловить именно хороший тайминг. Находят у нас, возможно, Мэйбен Экстайма. Так, видят птичка двух героев, спокойно уходит Мадара. Смотри, просто как он разводит. Он фармит прямо перед носом УВП и убегает. Ну, он же очень быстро убивает пачки крипов. Блинк, КДш, сейчас тоже. Малое количество времени, соответственно, уловить его очень трудно. Опять же, я говорю, Бетрайдер, это не гарантия, то, что запрыгнул он, тут же нажимает Саманта Стайл, и ты ничего сделать не можешь. Там, Мэйбен Экстайм продолжает преследовать. Да, он просто стоит здесь, он смотрит. Курьера вот убить, я уверен, что у него есть претензии к этому ослу. Очень тяжело убить Курьера у него, ну, если он только возьмет себе какой-то артефакт, потому что он просто три тычки должен сделать по ослу, это слишком тяжело. Заходит на Рошана, видит, что Рошана нет, антимаг, антимаг близок к тому, чтобы обогнать ТБ по фарму, это будет знаменательный момент, видит сейчас Года, Год прыгает за АМ, он дает шире его. Смог! Он получает, ой-ой-ой, Год! Как же больно, что-то он. По проезду на Войт, ноуфир, можно затыкать его, ноуфир в эфтерор дал, Года могут и забить, там Дримкоил висит, добивает себя в итоге Бладсоуном, летает Юли Йоку, Юли Йоку отпрыгивает, ТБ прижимает форму и начинается раздача, но на самом деле все просто убегут. Дождались, пока ТБ провезло форму, и... Смотри, как убегает, интересно, у нас Мадара. Он просто без игры, он не факт, что не путает местами базы. Бэтрайдер накидывает там стаки, у него, кстати, был лассо, но прыгать было нельзя. Да, он как раз потратил свой блинг, Мадара просто, ну, настолько холоднокровно играет в... Вроде бы отборочные, все вчера старались играть максимально аккуратно, Мадара просто какой-то лев. Забрали Года, за него денег не получили, он заденялся, забрали также Ноуфира, Эбисол, как мы видим, работает великолепно для антимага, немножко еще не хватает какого-то демеджа, чтобы пробивать ТБ. Ну, или атак спида, чтобы успеть чуть больше маны ему сжечь и манавойдом прикончить. Поэтому Бутерфляй здесь смотрелся очень круто. Так, ну и что у нас? Вот, кстати, приятно для Эмма, то, что вроде бы Агильщик играет против него, но так как ТБ покупает кучу артов на статы и ультимейт орбы вот эти вот, то у него большой монопул и здесь можно даже в него ультануть, неплохо снести по демеджу. У Тимберсо 1700 маны, у Терраблейда 1300 маны. То есть не такая большая разница. Обычно у Агильщиков монопул, конечно, маленький. Ну вот сам антимаг, например, 1100, ну, получше, тоже немало. Хотя у него айтемов, опять же. Ну, он сейчас еще ПТ просто второй сапог покупает себе Тревелла уже, понимаю, что игра очень сильно затянулась. У нас прям такие затяжные катки пошли сегодня в Европе. Да, первые 55 минут, сейчас уже к 40 минутам подходит. Мандара, что? Эншент оф? Да, Эншент оф общен, он стоп фармит. Слушай, вот он доберется до Муншарда, сольет ПТ, соберет какой-то Баттерфляй, и вот тогда под смоукскрином, под Абиселл Блэйдом у года могут быть проблемы, если не успеет среагировать Винга и сватнуть уро. Так, нашли, тем временем, бестмастер, наконец-то удается его забрать, и по-моему, с гемом бестмастер, да, возвращают себе законный гем, наконец-то доигрался хоть кто-то из команды от Финнам, но антимаг тем временем у нас на центральной линии. У ЮИТБ, Алоха, пошли иллюзии, надо спрыгивать. Ну, вот те самые иллюзии с рефлекшенов, которые очень жестко разминают. Тем временем, Год под Слипом находится, спит, но убить его здесь не могут. Обогнал, наконец, Самодара у нас с Террор Блейда, но совсем чуть-чуть, там разница, за одну драку может быть отыграна. Террор Блейд заходит, есть Блокинг Бар, боже мой, какой же он, какой же он, безбашенный. Наглый, если бы знали, что это он, проблемы могут быть у Гоад, Гоад, потащили Спартана, кто-то будет сейвить? Нет, Спартан здесь просто погибает. Ну, антимаг запрыгивает, можно уронить Абисал, Тимберчейн, сбивает, начинает выжигать ману, и можно ману войд кидать, да, 1700 урона залетело сейчас по Тимберсу, представьте, если бы рядом стояла команда. Да, очень много денег, вот, пожалуйста, ману войд, ну, почти 2000 нанес, 1700, да? Да, там вылетело число. Очень много денег получает антимаг, он сбивает стрик, и в итоге он вырывается за разом, там, на 2000 от ТБ. Мадара, по-прежнему, наблюдаем за тем, как он месит крипов, месит героев, и все замечательно у него. Из самых бедных героев, Рикимару, конечно, бы очень хотелось себе какие-то артефакты заиметь. Ну, и Триант Протектор, тоже очень-очень слаб, у него только арканы и гем в инвентаре. Ну, а Бистмастер 3200, есть уже первый персик, это будет, скорее всего, рефрешер. Есть еще подозрение, что может быть Лотус Орб, но, наверное, он бы уже его взял. Я думаю, рефрешер смотрится поинтересней. Ну, да, тут Лотус Орб тоже хорош, но именно конкретно для Бистмастера два ультимейта это слишком круто. Да, антимаг под аркейн руну его вообще сейчас не взять, блин, слишком быстро кодешится. На 3.5. И собирает бабочку. Ну, правильное решение. О, Винга готова была свапать, кстати говоря, и уже замахивался на эфир на свап, но манта была проюзана, таргет слетел и Мадар отступает. Не знаю, конечно, это самый, можно сказать, такой рисковый игрок на этих квалификациях, вот этот антимаг, у которого, которого не получается наказывать. То есть, он вроде бы быкует, он бегает где-то очень далеко, он просто постоянно провоцирует, но его не могут поймать. Баттерфляю Тетерблейда и Баттерфляю антимага через буквально 800 моментов. Тыщенку, да, но желательно оставлять на байбэк, поэтому не уверен, что антимага будет так рашей сразу. Хотя, этот антимаг, он может. Нужно показывать, насколько он рисковый. Стальные у него лиллы. Да, идет опять на верхнюю линию, будет стягивать вражескую команду, здесь ставится вард, вот тут сбивает Йоку, начинает бить Рошана. Бить Рошана, но в это время на топе уже антимаг, практически вплотную к баракам. Солвер Крестом, конечно, быстро ломают, но надо идти как-то дефать. Пока Баттер Протекшн работает, вот сейчас крипы подойдут, но уже стягивают. Да, но ТБ здесь сбивает Рошана. Ой-ой-ой, залетает очень жесткая борозда, и также Рики рядом начинает бить, но у Фира все стоят в стане, тем временем у нас ловят Мадару, но а что дальше? Что дальше? Пошел Рорк, Волоху, начинает грызть, смокскрина пока нет, хороший диск от года, прожимается ультимейт, Сандер пошел, Солдер и Титаном слапнулись КП, выбегает до Лоха, начинает раздавать, очередной Рорк, Лоха остается абсолютно без мана, ни на манта стояла, ни на что не хватает, съел кабана Скайларк, пытается добить Некрача, минус Алоха, это пока дропа Егиса, а в это время антимаг просто сносит в сторону, Левикармор там работает, конечно, это дает шанс Бараку, фортификейшен еще есть, здесь же пак, Боже мой, Лох там нажал, Блэкинг Бар разваливает одного, разваливает второго, после того, как резнулся с Аегиса, но Мадара, Мадара добьет Барак или нет, Мадара издает манту, добьет Барак, добьет Барак, он на самом деле может отступать спокойно, потому что миссион комплит, разменяли дропа Егиса на дроп Барака, а тут еще попытка Года убить, если манавоид не там в КД, еще 27 секунд, я думал, что Год сейчас просто сломается. У Года есть сыр, но в принципе, да, если бы был манавоид, то он бы лопнул быстрее, чем нажал бы сыр за время действия стана, в итоге, из-за Лохи выбили Аегис, да, он неплохо разменялся, но на базу вернуться ему не дали, снесли Барак, и это действительно самое важное для Атфином, и по золоту они сильно не проиграли, опять же, потому что неплохо заработали там, забрали Вингу до этого еще. Что, ждем появления Муншарда? Так, Антимаг уже собрал себя Баттерфляй, да? Ну да, ждем появления Муншарда, остается 3000. В идеале, конечно, Владмир на кого-то переложить и освободить слот, но на кого? Если он летает постоянно по карте 1, а лайфстил и лишний армор ему не помешает. Я думаю, все равно переложит, слишком мало дает Владмир, конечно, одиночному герою, когда соберет себе Элдор Титан или может быть Рики, хотя Рики здесь собрал Форстаф за время всей игры, очень тяжело ему. Он больше вижу, да. Герои идут в атаку по центральной линии. Антимаг какое-то время активно сплит пушит ботом, пытается по топу поджать иллюзиями, ну, чтобы просто крипы зашли на хайграунд, а ты начнешь пушить вышку. светится сейчас на ботами, мол, я тут, давайте, ребят, тпшечки делаем, ребята делают тпшечки, и он, конечно же, уходит с блинка. Да, ну, в итоге, одну бушку разменял. Террорблейд на вот это вот отступление. Антимаг продолжает находиться наверху, я вот хочу посмотреть вижен команды от финнам, для того, чтобы понять, как так Антимаг читает эту игру. Хороший такой вард против гема, который не найти вот этот сбоку, но он падает. И Триант потихоньку начинает собирать аганим. Ну, опять же, в глубоком лейтгейме, штука сильная, но в глубоком лейтгейме особо обычно не доставляет каких-то сложностей брать и бегать постоянно, рубить эти деревья. Это очень, конечно, муторная работа, но с ней справляются профессиональные игроки, как правило. Используют смок, есть ультимейт у бестмастера, через 20 секунд будет второй ультимейт. У Адари я бы, наверное, даже взял вторые травела в такой ситуации, хотя он делает проще, он просто бежит туда, куда пойдет его команда. Ну, это правильно, вторые травела лучше брать после муншарда. Его задача оставить года абсолютно без маны за смокскрин или же абисселбейк, то есть уронить на голову, чтобы иллюзии моментально все съели. И тут по-прежнему по топу. Прочитать такой мув очень тяжело, потому что антимаг постоянно ходит так, что видят. Ну, такой потопу нет смысла заходить, ставится агрессивный вард на хайграунд, будет листычка, Йохо получает руар, тут два под ноу-фира, пошел руд, ну, грян, ясно выберет с ФНГ, он уже погибает, здесь пошел, скайларк успел накричать еще раз в алоху, не крочи, развалились, ноу-фир, может погибнуть от иллюзии, остается у него буквально кропаль, 4 хп, еле живой, утаскивают мэйби next time'а, Рикки отсюда тоже не уйдет, ну и уже все, забили на этот файт, это файном, они просто смещаются на ботом фармить дальше. Не лучшая для них драка, они не увидели трента, не смогли его забрать быстро, кинулись на бэтрайдера, и в итоге трент дал неплохой ультимейт, ну и проигрывают драку, саппорт на суппорта, плюс еще сверху падает хардлеймер, потратив два своих рора. Можно пойти купить муншард, он тимага но на боевых тогда не останется. А когда он последний раз умирал? Очень давно, очень давно. Но здесь может быть любая его следующая смерть уже концом игры. Вот Годор, если будут фокусить следующие драки, очень важно, чтобы годы как-то подсейвили, дали ему поражать обязательно сыр, восстановить себе хитпоинты, восстановить самое главное тысячу маны, это поможет ему пережить манавоид. Так, ну что, возьмет себе или нет? Что-то взял, походу. Вторые травола? Нет. Тараска. Тараска, а вместо чего? Вместо Владмира? Ну, видимо, да. Видимо, да, вместо Владмира. И после Тараска уже будет делать муншард. Решил бы собрать шесть полноценных таких супер-жёстких слотов. Ну, возможно, у Тараска это правильно. Может быть, да, хотя здесь и какая-нибудь БКБшечка смотрелась тоже неплохо, учитывая, что ты можешь нажать манту, чтобы наверняка выбираться из корней. Сейвить один артефакт. Рикки находит террор-блейда. Террор-блейд заходит в спину. Антимаг уходит с леса, сразу делает телепорт. Телепорт на центральную линию. А, он даже не на центральную линию, он на вот этого спирита Элдер Титана делает телепорт. Довольно интересный мух. Да, Рикки понимает, что сверху поставлен вард. Каким-то образом он догадался, может быть, увидел заходящих героев туда. Падает Т2. Это последняя тир-два вышка для команды Virtus.pro, а от в пином еще стоит вышка наверху. Да, но игра немного приостанавливается. Из-за того, что такие герои, как Антимаг, как Террор-блейд, все формят, все хотят 6 слотов. Да, есть масса возможностей, если ты грамотно сплитпушишь, избежать драки и просто бесконечно разводить. Чем они занимаются до сих пор от финном. Не скажу, что ВП тоже как-то сплитпушат. Они скорее неплохо играют, они не проигрывают по фарму, но они именно отбиваются от этого сплитпуша. Их все время стягивают на разные стороны карты. Телинка появляется у Пака. Это очень крутой артефакт с точки зрения контры того же Сандра. Может быть, Хекса, которого, кстати говоря, нет. Лассо самое главное. И Хекс сам собирает, ему остается буквально 200 монет до этого Хекса. Тараска появляет своя эмо. Слил Владмир. 3 700 еще на руках. Тут до Муншара на самом деле недалеко уже. Совсем недалеко. Потопу снова подпушен лейн. Прекрасно понимает, что антимаг с травелами может в любой момент туда прилететь и запушить. Но рейнджовый барак это уже не ключевое на самом деле. Да. Уже, думаю, метит на вторую и третью сторону. И приходится ВП всем вместе пешком бежать дефать. Maybe next time ставят смолкскрин и его отсюда не должны отпускать. Отпусти. Как по мне. У него т-пауты нет. А, даже так? Ну, единственное, что может слить танго и купить тп. Просто сел в самой слепой позиции и поставил лард еще вот такой вот. Бэтрайдер ищет его. Ищет, 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 ищет. Бэтрайдер находит Бэтрайдера его. Все, нашел, сбил вард, пошел ультимейт. Выигрывает время просто. Ох, какая же душная игра от греков. Просто на месте ВП у меня уже горело бы. В итоге Рики забирают, но Рики стянул. Ничего не стоит. 280 золота за него получает. Он стянул трех игроков, там что-то какое-то время выиграл, за которое антимаг выформил явно больше, чем эти 208 золота, которые разделились на толпу народа. Вот сколько за него суммарно? Хотя 438 написано получили за него. Это мало на такой стадии, конечно. Бестмастер тут себе полянку в лесу сделал. Смотри, какая классная. Все, вышел с полянки. Пледик там все равно не положить, потому что пеньков слишком много. Да, не выкорчевал. Не выкорчевал пенечки, поэтому поэтому и ушел, наверное, отсюда. Антимаг уже у нас на верхней линии. В принципе, эта игра может длиться вечно. Ну, не вечно, но примерно как предыдущая. 50 плюс минут 100% будет. Возможно, перевалим за час. Антимаг может покупать себе муншард, ему хватает на байбэк после муншарда. Хекс появляется у пака. И опять всей толпой Virtus Pro. Они на самом деле вообще не разделяются. Они должны быть вместе. как команда. Находят. Манта стайл, Йоку, зацепить получилось. Потащили, будет берут. Да, без мана остается на самом деле Мадара и его здесь пилят. Байбэк есть. Ну, вот, наконец, его нашли. Манта стайл провязал, не смог выбраться. Хороший стан по четверым героям. И этот фраг, несмотря на то, что его убивали в пятером, определенно стоил того. Смотрим, Fight Recap 1100 голды. Да, и убить антимага всегда полезно. Теперь нужно разводить на байбэк. Но, как мы видим, так уже где-то в миде, так подпушивает. Сейчас убьет всех крипов. Возвращается Йоку вообще домой. Видимо, хочет подрегенить себе маны. Ну и нужно, вот, вот хороший момент, выйти сейчас по миду. То есть, вести на байбэк нужно? Да. Самое важное, это вот эти 65 секунд правильно реализовать. Что после байбэка антимаг не будет играть так агрессивно. Он будет дефаться. Форма Терраблейда заканчивается в этот самый момент. Вешают ему Солар Крест. Там Пакдор Протекшн работает, крипы еще не подошли. Ни по одному из лейнов. Тут пытается Пак снова забрать крипчиков. Сайланс. И крипы или живые идут дальше. 18-19 кп подцепили. Лассо. Минус так. Ага, еще один на 80 секунд. Хорошая игра от Йоху. Увидел, что есть линка, сбил ее форстафом и потом уже завязал. Здесь также могут найти у нас Рики. Находит Рик. Терраблейд его практически соло размотал. Какой же жесткий пид пошел. Не выдержали все-таки от финнам вот этой игры. И начинают находить их в ВП все больше и больше. Смотрим по графикам. По графикам по ИКСП очень много заработали ВП, но по золоту все равно это дало очень-очень мало. И самое главное, ни одного байбэка не потратили. Ох-ох-ох. 3100 бестмастера. Что он будет собирать? Ну, учитывая, что есть рефрешер, неплохо собирать артефакты, которые можно с этим рефрешером сочетать. Может быть, Блокинг Барр? Ну, БКБ, не знаю, надо ли оно ему тут. Ну, учитывая, что он практически не берется, да. Можно что-то на помощь всем ребятам. Кирас, например, да, неплохо. Младмир. Тоже неплохо. Ну, вопрос, насколько он готов пофармить. Так, Кираса, дорогой айтем. Да, Кираса очень дорогой айтем. Антимаг у нас на бабочке бежит вниз. У него уже есть возможность купить муншард, он этого пока что не делает. Еще немножко подфармить, чтобы наверняка. По байбекам только у Рикки нет байбека, но он и быстрее всех ретается. И, как правило, умирает где-то так, что его очень далеко идти после него в атаку. Антимаг подпустили. Запрыгнул, бэтрайдер, вытаскивает Спартана, Спартана, сломали ле. Несколько секунд, прожимается форма, тут же Монтестайл, байбек от Спартана пошел, ставится смоукскрин, начинают наваливать, пак, сайланс, Аллох остается без иллюзий, надо быть аккуратнее. Рор пытались сделать, ноуфир очень быстрый слаб, нагречен, ноуфир, и пошла борода, ноуфир, огромные проблемы, даже Рикки Мар может его затыкать, съел сыр, ноуфир, и продолжается атака. Боже, как же там играется с бейсмастером, Аллох и не дал ему использовать второй рор, но бейсмастер выкупился. Это очень опасная ситуация, потому что сейчас у него есть рор, нужно бежать в команде ВП, а снизу тем временем Мадара, Мадара развлекается с бараками, рядышком с ним Террор Блейд, который сделал свой телепорт, Мадара летит вниз, ну, задефались, и кого-то поубивали, правда на бейбэк развели бейсмастера. Да, бейсмастер бейбэкнулся, также бейбэкнулся до этого Элдер Титан, без Элдер Титана драку принимать очень и очень сложно, очень классно сыграли Аллоха, который там бейсмастер уничтожал, манты не давал ему ультить, и также очень классно Тренд оставил стоять у этого бейсмастера снизу. Вторые тревела появляются у антимага, муншард он уже съел, бейбэк у него все равно имеется, но все, фарм закончен, у него больше слотов не будет, разве что какую-то себе, не знаю, возьмет МКБшку, потому что здесь МКБшка может пригодиться. А вместо чего? Не знаю. Просто дропать нечего, БФ необходим для сплитпуша, для убийства иллюзий. Может быть бабочка, учитывая, что у ТБ есть уже МКБ, и он ее пробивает, и взять самому МКБ, чтобы пробивать его бабочку. Ну, может быть. Заходит на Рошана, и, кстати говоря, тут ВП-то как-то очень далеки, сбивается в арт. Там формы нет в ТБ, это самое важное. Ой, это сейчас много даст Аегис, смогут ли ВП зайти, но боятся, уже боятся, нету байбэков, и боятся от финна. А что смог? Хотят встретить. Минус один сделать для Рошана. ФНГ не видят. Чекают наличие рядом у Виртуз Про. Совсем рядом нет. ВП. Хотят, по-моему, подраться там. Да, сбивают варды, заходит иллюзия ТБ, видишь, что никого нет. Позиция сейчас очень неплохая у Адфинам, они находятся сверху. Заходят сейчас в спину, Смоук еще не заканчивается, видят Вингу. На Вингу можно прыгать, можно ее обребивать, спокойно разрывают Вингу, ставят Смоук в скринт, тренд, прожимают ультимейт, также цепили Элдр Титана, а Черт Блэйд использует форму. Тимберсоу отзонили, сможет ли убить кого-то ТБ, Элдр Титан поднимает вся воду, уже скистовал свой ультимейт, Элдр Титан погибает, очень жесткая тычка от Черт Блэйда. Пока что размен два в один в пользу ВП. Касается Дрим Койл по двоим, Алоха разрывает Дрим Койл, застанялся, упрыгивает отсюда. Мадара не стал тратить себе Солблэйд в файте, хотя я был немного удивлен, надо было его... Нет, потратил, потратил. Нет, это потом уже на кого-то, потому что Тимбер от него долгое время мансил, я щелкаю ВМ, а он не хочет никак ему нагло уронять топор. Да, в итоге, если убивают Элдр Титана, мы видим, что драку от Финнам принять очень и очень сложно, потому что этот ценнейший дебак, видим, как на миде закексили Алоху, Бак уходит, просто тянет время, и тем временем Эбисон пошел и взрывает Йоку моментально. Переживый год на самом деле остается, Мадара в Хигсе, не так просто его взять, тем более форма подходит к концу, Алохи закончилась форма, и можно продолжать. На самом деле, без формы Антивак готов тягаться с ТБ. Да, без формы ТБ совсем не так силен, тем более, есть Эбисол, за время которого можно... И можно брать Рошана. Заходит на Рошу, Скайларк, вызывает Некрачей, начинают наваливать, без Бэтрайдера, конечно, очень не хочется здесь принимать битву. Фух, что с гемами у нас? Скайларк один из гемов имеет, чей это гем? Это гем Спартана. У самих ВП гемы просто покупают, видимо, для того, чтобы они копились на базе и быстрее шел кундаун, если в какой-то момент потеряют все. Паку отдают Аегис, Антимагу просто некуда брать, Пак берет себе трвела. Антимаг уже улетает на ботом, даже на базу. Точнее, на базу, да. 6600. Что покупать? Ничего. Все же гемы покупать, складировать на базе, варды покупать, чтобы его суппорты не занимались этим. Ну, сам-то потому, что он, естественно, никуда не сможет потратить. Либо же копить на какой-то решающий артефакт в виде, там, ну, рапиры здесь не так круто смотрятся даже вот. Не, рапиры всегда круто смотрятся. Вопрос, вместо чего? Вместо Б в кого-то и фокусить соло-таргет? Да, круто, но просто очень приятно выжигает он Тимберсо, ману, здесь ему рапиры не поможет. Здесь, наоборот, увеличивает атак-спид, но атак-спид у него уже съеден муншард и артефакты тоже. что муншарды нельзя ездить до бесконечности? Да. Ну, на самом деле, ничего это бы особо не изменило, потому что в доте есть такое понятие как максимальный атак-спид, просто бы герои доходили до этого атак-спид и дальше ели бы эти муншарды в молоко. Он, кстати говоря, уже близок к... Ну, вот сколько антимаг наносит? 3,9, максимальный, по-моему, сейчас 4 атаки, 0,25. Ну, то есть, да, чуть меньше. Чтоб пару муншардов мог бы скушать. пару муншардов бы съел. Ну, тем не менее. В общем, зажали, зажали у нас от финнам соперника на базе. 57-ая минута у нас. Скоро перевалим за час. ВП, кстати говоря, введут 17 тысяч экспы и 11 тысяч голды. Сейчас, по мне, это ничего не дает. Абсолютно. Ну, да, на такой минуте Аегис тот же, он смотрится поценнее. Сыр, я так понимаю, у бестмастера. Да, так и есть. Просто зажат на базе ВП, спокойно дофармливают. Вот что еще усиливать? Можно усиливать еще Элдер Титана, можно еще усилить Пака каким-то Аганимом. Рики, который вообще ничего не имеет, также может расти и Блокинг Бар себе берет Мадара. У нас у ФНГ тоже ничего нет. Да, ФНГ. Боинд Бустер, Огр Клап, но это как бы 58-ая минута. Даже Аганима. Аганима, да. И выходит Виртуз Про в атаку, использует скан для того, чтобы понять, находится ли кто-то в лесу, видит, что не находится. Рики палит. Находится, но не в том лесу. На ботаме стоит Скайларк и стоит также там Спартан. Но он стоит так, что его попробуй возьми. У него варк, птичка и крипы рядом на линии. Аганима, клювый момент, прилетает на него. БКБ покупает М. 10-секундный, но она просто лежит в стэше. Пока оставит. Где-то я это уже видел, только там был Вивер за СМЖ. И БКБ было всего 8. Смотри, смотри, курьеры пошли в атаку. Он просто хочет в курице подвести это БКБ и чтобы она не дадут что-то. Да, я же говорю, там было где-то 5 или 6 курьеров, которые стояли над потенциальными местами драка, у них были 10-секундные БКБ. Находят в руку. Ой-ой-ой, ё-ой, пошел слаб. No fear. Может покинуть. Антимаг запрыгивает, пытается вырезать ФНГ. ФНГ может покинуть, что-то руту, успел дать руту, ФНГ вроде как уходит, пошел вниз. Скайларк, очередной рор, накричали в Алоха, Алоха ждут, когда просто закончится Блэкинг Бар, выпрыгивает АМС файта. Не успели его добить, Тараско включится через 2 секунды. Кимберчейн, год, пытается кого-то настигнуть, No fear пытается улететь, нет, No fear погибает, уже минус 3 в размен на никого. Да, очень круто, закайтили, продержали в станах, хотя были в лобовой атаке не так сильны. Мадара получает кекс, Мадара, могут быть проблемы, поднимают, вот, только террор-блэйда, Мадару стирают, Мадара, надо делать байбэк, надо делать байбэк и лететь сюда. Бэтрайдер выкупился, АМ не особо хочет. Нет, не будет делать байбэк, без Alder Titan, уже никак не пропушить, там еще и забирают, аегис, у нас безумный, безумный бэтрайдер, остался, рефреш, покупает Аллох, чтобы иметь вторую форму. Сайлос. Стиль линкует, так, не успел спрыгнуть, его уже ждали, вперед. Ну, в итоге, как из одного героя. Там антимаг, на самом деле, Баканул, вот этот блинк на хайграунд, это было перебором, он очень хотел, конечно, добрать Аллоху и заставить его сделать байбэк, но это было вообще незачем, можно было спокойно отхилиться до фула и начинать под пуш, развести на байбэке бэтрайдера и тех, кто был в таверне, и отойти. Но, мы видим, это немного не так сработало. Мы видим, что графики также чуть поползли вверх, но, опять же, это уже не так много значит. Блокинг-бар антимага, который он так-то не провязал, он вешает его просто здесь. Можно вообще накупить кучу Блокинг-баров, чтобы они валялись по всей карте, чтобы в любой момент можно было взять, нажать. К сожалению, их можно разбить, к сожалению, для адпинан. Ну, я же говорю, такое уже было. Я смотрел эту игру в Китай, с СМД, на Рошане, на всех возможных спотах в лесу, играя на вивер, и расставлял курьеров с Блокинг-барами. Кстати, у ТБ есть форма, он ее включает за счет рефрешера, который провязал. Вынуждает байбэка цыпака, антимаг, скорее всего, досидит свой срок в таверне. Тучка, партифик рейшн, 7 секунд до появления антимага. Но ВП получает шанс подраться. Правда, с кучей байбэков по адфинам, ой, хороший санчик залетает. Ломают вард ведь кабанами. Не дают. Эм ратнулся. Все лейн отпущены, пошел свап, вытащили. А вот как уйдет отсюда ноу-фир, больше интересно. Дримпойл сможет порваться. Алоха в Блэкингбаре наваливает. Скайлар готов. Рор, дает рор. Алоха остается без Блэкингбара. Запрыгивает АМ, начинает его фоксить. Есть классо. Но дропнули здесь. Дропнули. И надо байбэка. Байбэка есть Алоха. Уже летит. Хороший рор. Проблемы могут быть у Мадары. Форстафу. Читает уйти. Форстаф также на Спартана. Всего пошла. Гот. Готов срубать. Срубил первого. Вгрызается в Мадару. Будет и Хексик. За нет три байбэка от Атфайном. Ну и теперь им нужно ловить любой ценой кого-то. Потому что они слишком много байбэков сейчас потратили. ВП в огромном плюсе после этой драки. У них байбэкался только Алоха. И просто ВП уходит. Хорошее решение. Давайте посмотрим. Fight Recap. Минус 1500 ВП. Несмотря на три байбэка, еще больше заработали. Я тебе объясню. Байбэк террор-влейда значит намного больше. Потому что если ТВ сейчас каким-то чудом забирают и после этого забирают АЭМа, он байбэкается и прилетает на грыжных травелах. А ТВ уже не будет. А с антимагом справиться сейчас без террор-влейды и формы практически нереально. Антимаг просто не может пробить иллюзию с бабочкой. Конечно, взял себе БКБ, но я все еще голосую за МКБ. Правда, на это нет денег. Отпушит нижнюю линию. Верхняя линия толкается сама собой. О, безумная. Безумная у нас месиво идет. Да, ну и вы посели на базе. Понимаешь, что... Не знаю, что надо уходить в деф. Задача AdFinal сейчас просто вытащить каким-то чудом ТБ и убить его. Один раз. Всего лишь один раз. Антимаг. Так, забирает себе БКБ. Вместо ботинка. Ну, действительно, ботинок здесь не самый полезный артефакт. Ну, с учетом наличия блинков, да. Сбрасывать в себя корни после того, как проюзана уже мант. Может быть, и ты еще и выйдешь. Это просто круто смотрится на самом деле. БКБ это очень сильный выбор. Просто круто смотрится без ботинка. Без ботинка, когда вот ты медленно идешь к своему таргету, а он понимает, что ему... Праконец, как хвост в студии аналитики. Ну, хвост не выформил. Только на носки. За бакилы хватило. Ну, я не знаю просто, как он будет ТБ пробивать. Вот из плюсов он, конечно, не будет разлетаться от Тимбера в БКБ. Это, наверное, самое главное. Потому что ТБ его будет разматывать что с БКБ, что без. Осада команды Virtus.pro продолжается. Из байбеков только у антимага и Тимбера есть байбеки. Тимбер вообще крипов по ботомлейну не пропускает, потому что пропускает два диска и крипы на этом заканчиваются. Ну, в такой ситуации от финнам выгодно подождать в какой-то степени, потому что у них нету трех байбеков сейчас. А я могу тоже четырех байбеков. А нет, маг. Моновойд просто на базе. Два моновойда. Бах-бах. Не, ну на базе, чтобы ты заюзал один перед файтом. Если файт будет у них на базе. Быстренько блинкнулся. Заюзал рефрешер. И второй мановойд. Хитрый план. Хитрый план. О, очередной код. Что очередной? Код. Код. Ах, код. Господи. Да, уже реально мы приближаемся к пяти или шести уже даже. Девять тысяч. У антимага золото. Ну, я бы на его месте вообще лесных крипов не фармил, потому что это смотрится не очень круто. Оставляй к какому-нибудь бестмастеру, у которого есть еще куда закупаться паку, который пошел к такому. Это ломка по фарму, понимаешь? Ты прирожденный керри, ты должен уже фармливать все, что есть на карте. Чем больше у тебя гпм в конце, тем больше твой ствол. Ах, кстати, что там по гпм? 853. Ну, с тех пор, как появился вот этот алхимик в доте, это уже мало кого интересует. Эти вот 850 гпм, а FN на алхимике 1200 гпм смеется в лицо. Продолжает. Кабанщики осаждают, но осаждать очень трудно, потому что здесь дерево. И оно все равно это хп восстановит. Да, это реально. Вот если бы не было тринта, эта игра бы могла когда-нибудь закончить. Но эта игра не закончится никогда. Пытаешься ее напугать? Ну, это реально. Во, она смотрит дети. Они делают тычку по тавру, и ее моментально отпиливают... Да они не делают тычку по тавру. Ну, кабаны. Ну, кабаны, да. Ну, кабаны такие себе пушеры. Но, да, конечно, отбавляя хотя бы единицы с захода, ты когда-то ее уронишь. Ну, там за 1600 заходов она бы упала. Но здесь... Ну, ты сделаешь, чтобы вышки старели. Ну, пусть там... Ну, вообще, по логике вещей, наоборот, в доте все становится сильнее, крипы, герои... Крипы-то набираются опыта. А старты и крипы передают опыт новым, они становятся сильнее, и так раз за разом. А здания это разрушаются? Мы же не видели здесь строителей, которые ремонтируют немного вышку и так далее. Ну... Поэтому она со временем должна... Поэтому она должна немного разрушаться со временем. Или становится слабее, просто армор там падает у нее. Атака. Ну, вот у строителей, которые ремонтируют вышки. Ну, кстати, Рошана отдают и просят паузу. У нас Virtus.pro. Я подозреваю, что... Ну, в принципе, в такой ситуации пауза, она весьма обусловлена. Потому что все мы люди, и у нас есть какие-то биологические процессы в организмах. В принципе, если игра будет длиться, например... Хочешь сказать, что кто-то захотел поссать? Да. Ну, я хотел еще раз видеть жестче свою мысль. Давай. Если игра длится, например, там 20 часов, то нужно и поспать. Ну, просто пауза на сон. А сколько сон должен быть? Восемь часов здоровый или меньше? Ну, там регламент какой-нибудь придумают в этот момент. Регламент для сна? А что делать с утками за окном? С утками? Не знаю. Не знаю. Мне больше другое интересно. А что сделать? Тогда придется ставить задержку в день, чтобы нельзя было посмотреть. Тогда это уже будет правдой. Это лайф или повтор? Это реально можно сказать повтор. Потому что... Это как бы и лайф, и повтор одновременно. Сутки игра прошла, игроки уже могут везде заспойлерить в своих твиттерах и так далее, а ты там ждешь развязки. 0,6 утра на там. Нет, пауза... Пауза попросили одну минуту. Все зависит от количества воды выпитой перед игрой. Да, и, соответственно, пропускной способностью трубы. Это тоже важно. Ну, судя по тому, что потребовалось всего одна минута, с пропускной способностью все хорошо, и воды было выпито не так много. Ну, да, да. Давай-ка, да. А есть, интересно, среднестатистические данные? Я не знаю. Давай, ладно. Британские ученые. Обойдем эту тему стороной, пожалуй. Давай посмотрим, когда лучше. Смотри, у нас у Тринта, например, 0,6. Кстати, я вчера выяснил по поводу вот этих вот багов с Оракл. Да, да, да. И что? Ну-ка, давай. Ну, то, что когда Оракл... Два варианта было. Либо, когда он кидает третий спелл, он наносит дэмэдж своему. Либо, когда после его ульта умирает союзник, ему засчитывает статист. Ну, это, конечно, надо фиксить. Но, на самом деле, если не брать в учет именно статистику, это не так важно. Здесь, естественно, минус Рошан. Вопрос, кому... Бестмастеру Айегу. Айегу Бестмастеру? Что? Сколько народу-то убил? Ну, как сказать убил? Скажите, он так недолечил. Оракл из той серии. Да, да. Именно. МКП. Авицу антимага, вау. Да, уже без разницы. Можно... Я видел эту игру, это повтор. Когда Энви собирал себе 4 сета. У него были сеты на фарм, на саду бараков и на файт. И он их менял постоянно. У него были сеты с двумя тарасками, когда он пытался зарашить барак. Потому что, ну, это один барак был, который он не мог взять. Я видел эту игру антимага. Сначала я хочу попадать и покупал МКБ. Может быть. Да, вот вопрос теперь, как он будет делать. Он будет как-то вкладывать перед тычкой МКБ, чтобы на Верочку потом выкладывать. Какие-то больше пассивок, чтобы можно было выкладывать. Так, вот, что-то он выложил. Что-то... Смук. Кажется, это первая атака из-за... БФ. БФ? Нет, БФ взял обратно. Все правильно, бабочку. Вот я с ним согласен полностью. ФНГ в очень опасной позиции. ФНГ находят. ФНГ должны убивать, но... Фрора нет, даггер был, но не стали тратить на ФНГ. А хотя он неплохой таргет. Гема я не вижу. Нет, есть гему... Он ушел уже из действия деревьев. Вот здесь нет деревьев, поэтому... Здесь грустный смайлик. Ну да, в общем... Решают забрать все-таки рейнджовый барак. Кстати, за него, возможно, ВП даже не будет особо питься. И это будет прогресс хоть какой-то. Квукот. Так, потащили. Мадару затаскивают слишком глубоко. Охлопнуть некому. Это просто смерть антимага. Хорошая борозда, конечно, но... Придется спасаться бегством теперь оставшейся команде. Это файл. Нужно посмотреть за иллюзией Элдстана, которая сейчас будет долг... ...войти через всю карту к своим. Ну что можно сказать? Мы надеялись, что будет хоть какой-то прогресс. Хоть одно здание еще упадет. Но нет, все здания стоят. Доходит иллюзия. Сколько же она демеджа даст? 160 урона дает просто вот эта иллюзия. Накачанная. Пак. По байбекам Элдер Титан, Антимаг, Пак и Бестмастер откатили у всех байбеки, и поэтому... Уже можно идти. Да, на центральной линии сейчас неплохо было бы команде от Финнам дать ВП зайти на хайграунд. С другой стороны, если ВП зайдут и сделают хотя бы по одной тычке, это реально будет хоть какой-то прогресс в сторону падения зданий. Да, ну тут крипы просто спят вечным сном, не просыпаются. Из плюсов ФНГ смог выйти с базы и поставить деревья, но, опять же, есть топорики у Бестмастера, есть Гем, он выйдет, он будет видеть все эти деревья, будет топориками отрубить. Ой-ой-ой, Пак был очень... ...к тому, чтобы остаться здесь. Ну, хотя, с другой стороны, чем ему сбить Линку? Только Хекс есть, и этот Хекс был бы потрачен. Что Пак? Пак, возможность Антимагу не выкупаться. А где, кстати, Курьер второй? Вот он. У него там уже что-то новое. Уже и Кираса готовится. Боже, ты мол... Слушай, скоро Курьер будет затаренный. Какая жесть. У него там реально Кираса. То есть он может купить сери-фрешер, сделать там иллюзии, как у Наги, с Манты, с Кирасой. Но, на самом деле, я не совсем понимаю, почему Кираса. Оставь фарм Бестмастера, пусть Бестмастер фармит и вынесет эту Кирасу несчастную. Владмир, ну тебе уже некуда пихать. Еще я понял, что нужен, вот действительно, в доте, в таких ситуациях, чтобы можно... Может им было съедать сапог. Мел, остановись. Ты ешь сапог, когда тебя метелит по Т4 на вражеской базе. Вот в этот момент ты съедаешь сапог. Тиро Блейда, например. Че ты ошиба. Сам сказал, сам посмеялся. Но я сначала хотел, так сказать, съесть сапог, ну как в Муншард съелять. Потом представил, что можно реально закусить. Но он же кожаный. Там я читал, что в голодные годы, когда всякие, например, команды кораблей попадали в долгое бедствие какое-то, и они ели кожу сапогов. Ну то же самое делали на севере, когда долго не могли добраться до какого-либо лагеря. У них было еще какое-то масло, там, такое, видимо, растительного производства, не знаю, с которым они ели кожу на сапогах. О чем еще можно поговорить в этой игре? Пожрали сапогов. То есть нормально. Так, год, год в опасной ситуации. Бестмастер готов. У него есть байбэк, у него есть бладстоун, у него есть все. Так что успокойся. Это не опасная ситуация. Опасная ситуация, когда у тебя байбэка нет, бладстоун разряжен, ты не реснешься быстро, вот это опасная ситуация. Смотри на эту жонглера снизу. Что он делает? У него просто курьер носит ему артефакты. Он берет сапог, чтобы иметь возможность сделать ТП. Скоро появится, я думаю, шестой игрок в доте, который будет играть на курьере. Да. Ну, здесь он бы играл на двух курьерах. Валяются гемы на базе. Здесь у нас домов ноулендж лежит. Книжечка непрочитанная. Ну, уже что у нас по ловелам. Самый маленький уровень в игре 18. Ну, то есть, не так много осталось, в принципе, экспы получить. Там уже ФНГ и фарм по ловелам будет закончен. Можно на нетворс посмотреть, хотя... Да можно на что угодно посмотреть. Так, у нас здесь полянка, полянка, полянка от... Он и рефрешер сражал. Он испугался, что его найдут. Так, сейчас... Может быть и стоило того. В чем ты тут за... Лез? Ну, как? Ты сначала лезешь, а потом боишься. Если бы ты сначала боялся, а потом лез, то ты бы и не лез вовсе. Ну, так вот, это и совет. Так, партификацию нужно будет нажимать. Да не нужно будет. Бэтрайдер, крипа схватил, пошел свап, ноуфир подставляется. Есть борозда и минус ноуфир. Барак упал. Это более удачный заход. Да ездишь, хоть куда-то. На самом деле, это на игру так себе повлияет, но то, что барак упал, это двигает нас чуть-чуть вперед. В какой-то развязке. Также Бэтрайдер поражал свое лассо. Там какое-то было хитрое микро с форстафами в иллюзии, честно говоря, которого я не понял. Но уже, видимо, тяжело самим игрокам разбираться, кто есть настоящий антимаг. Кто-то сказал, в какой-то развязке должна была заиграть музыка из Санта-Барбары. Да, именно она. Блин, я ее помню до сих пор. Я вот на самом деле мало мелодий могу вспомнить из опенинга, сериала. Но Санта-Барбара тяжело не добыть. Сломанта, смоукскрин, стоит антимаг, просто иллюзия. Он прекрасно понимает, что вышку не добил, дерево ее отремонтировало. Да, и в итоге просто уходят. У нас уже вся карта потихоньку озеленяется вот этими волшебными деревьями. Интересно, конечно, я подумал, а как выглядит в Мортал Гарденс? Вот эти вот зачарованные деревья. Ну, здесь они выглядят довольно-таки интересно. Вот таким вот образом свечение. Можно даже увидеть крошку, вдоль которой она действует. Вот она, травка растет. Молчи, пожалуйста. Сухие моменты. Травка растет, я и так понял по своему монологу. Возможно, ее периодически даже срываешь. Я люблю. Я вижу. Так, о, Рикимар начинает затариваться в керри. Вот, наконец-то. Да хотя бы что-то появляется у Рикимар. Рикимару начинает фармить. Начинает фармить Элдер Титан. Наконец-то пришло... Очень стрёмно звучит на 74-й минуте. Рикимару начинает фармить. Рикимару начинает зарабатывать. Представляешь? Так, Рики поймали. Рики поймали. Отбили все желания фарма, но он успел купить себе дефуза. Правда, байбек у него не остается. И 100 секунд сидит в таверну. Да, это, видимо, из-за того, что он байбекался в прошлый раз. Но, опять же, развести на этот байбек, который, в принципе, может и быть, а может и не быть, они же не знают. Я думаю, что вообще Рикимару очень слабо сподвигает кого-то на какие-либо действия. Да, но вот этот фраг на Рикимару, он реально... Баунтируна для антимага. Не хватало, да? Вот идет Титан, который огрызок, скажем так. И антимаг, который просто купается в золоте. У него 8500, куча сетов в Курьере и так далее. И такой демонстративно забирает перед его лицом баунтируну. Ну вот мало, конечно, как ни говори, мало опыта в играх вот такого вот, настолько затяжных у игроков. Потому что все-таки так часто у нас игры затягиваются. Ну зачем? Зачем ты это делаешь? Почему ты отбираешь фарму людей, у которых сыр в инвентаре является самым ценным слотом? Почему? Скажи, Мадара. Ну напиши ему хотя бы в чат, тебе есть какая-то возможность ответит. Не очень хочу этого делать. Титан тебя поддержит, я думаю. И вы вдвоем свершите перевод. Да, и на самом деле... Так, у нас антимага потащили. Антимаг очень больно, монтосайла у него нет. И вот все, что он спилит, да. Байбэк есть. Байбэк есть, конечно, там 8 тысяч голды. Самое главное, что есть Рошано еще, помимо этого. Так, у нас тиммер. А Рошано не хотят. А в той самой 200-минутной игре Рошанов уже не брали. Их убивали, но не забирали с них. Ну здесь близкая ситуация, потому что субсортом только отдавать. Но если игра затянется еще, ну то есть 200 минут и 75, это... Рэнд сейчас смотрит на тебя с презрением, с МТП топориком в кармане, говорит, а Егис некому брать. Ну, 125 минут разницы между 200 минут и 75, я думаю, многое изменится здесь. Крипов будет все больше. Можно взять... Например, можно взять было Медасик. Если бы кто-то взял Медасик на 50-й, он бы не выглядел глупо даже на 75-й минуте. Тут же Рики мог бы вполне себе нафармить. Я бы, на самом деле, советовал даже и сейчас взять. Это был бы рекорд. И если бы граждан тянулся до 95-й минуты, он бы уже был прав. Так, ну пока что отбиваются. Антимага пытаются развести на байбэк. Заходит сюда Тирплэйк, не бешеный атак спид. Ему дает Хекс. Пытаются выиграть время для антимага, но ТП очень быстро кушать. Есть партификация, пошли слипы. Не хочет сделать байбэк. Понятно, дело догоном начинает родных. Кстати, магический демп. Не плохо, не хочу и бразда. Да, пошел Юл, приземляется Алоха. Смолк Кринж ставится, свапнулся ХП с Годом. Все хорошо с Реганом. Не получилось развести АМ на байбэк. Но вышка сейчас упадет. Руар заходит Maybe Next Time. Пошел Хекс на Года. Может быть, Трим Койл еще поставит Сайланс. Диффуза, Алоха. Рыдер сгиб, Трим Койл. Руар просто срывает головой до на стол с Аминмами. Моментально 120 секунд. Но есть байбэк. Тут же байбэк от СБ. Запрыгивает АМ, сбивает ФНГ Типа Аут. А вот у ФНГ Типа Пайпбэка нет. В итоге идеально задефались. Вот это залипли сейчас в ВП. Они совсем не ожидали, что мана Воид нанесет 4000 урона. Ничего себе. Это к вопросу о том, что Террор Блейд, у которого огромный монопул. Хоть он и Агилек. Просто Некра выжгли всю ману. Ему там красный Некрач стоял, напиливал очень-очень долго. В итоге спокойно заходит на Рошана. Здесь есть слот под Аигис для Рикимару, например. Или для, может быть... Бессмастера уже нет. Бессмастера уже нет. Антимага нет. Пак тоже у нас уже в 6 лотов. Рикимару выкладывает гем и будет забирать Аигис. Да. Ну, говорит, я уже немало вношу этих сузами, поэтому будьте добры, ребят. Ну, кстати, герой, который, если соберет много артефактов, он еще и может пободаться. Пак берет себя Актарин, на байбек у него все еще остаются деньги. У Virtus.pro нет байбека у Трента, нет байбека у Террор Блейда, который только что байбекнулся. И Бэтрайдер также имеет байбека. Если кого-то из этих героев убивают, вешает Селенка на Мадару. Он просто заходит, начинает бить все боевые слоты. Есть БКБшечка. Заслипали. Господина Года. Выжгли всю ману антимагу. Кстати, очень неприятно. Да, надо отходить. Может, и Рокку к этому скормить? Да, возможно. Так и есть. А там два сыра. О, Господи! Сыр сел. Колдон на сыр теперь антимагу. Можно использовать их на... Можно КД на сыр. А можно добавить инфографику, где будет КД на сыр? Вот он, 29 секунд. Нет, я имею в виду на панели. А, на панели. Так, Мадару. Пошел лосок. Утаскивает, ЛБ начинает его разумевать. Пошел урор, хороший. Мадару может оттуда еще и выбраться с блинка. Неужто выберет Мадара? Нет, не получается. 99 секунд. Наверное. Сделать байбэк или нет? Руд, ни по кому. Хотя кого-то зацепил. Пак. Соги погибает Пак. Maybe next time. Саедисон. Но этого, по-моему, никак не спасет. Ну, не отбиваются-то у нас Вердус Прома. И ты на китае здесь еще потянешь немного времени. Но пару секунд хватило, разве что. Байбэк тут же идет от пака, чтобы не тянуть время. Понимая о том, что нужно обязательно байбэк. Типа, как... Ему нужно как-то пойти посплитпушить. Антимаг берет рефрешер, на байбэк у него все равно остаются деньги. Я тебе рассказывал эту историю. Да. Ну, да, уже когда так много артефактов... Так, перекладывает БКБ. Говорит, нет, в прошлый раз не заехала. Давайте по-другому попробуем пазл сложить. Все еще нет байбэка у Алохи. Сейчас в ВП очень опасно идти в драку. Если Алоху убьют, у него 18 тысяч денег. 17 тысяч. Где вот этот вот? Нетворд? Нет. Фантази-поинт. Карент-голд. 18 тысяч 200. Ничего себе. Очень хорош пятый догон на паке в такой ситуации, как мы видели. Просто постоянно жарит террор-блейда этим догоном. Еще пачки-никрачей можно собрать. Какому-нибудь Титану. Сверху заходят крипы. Барак-то нету. Ага, видят. И надо идти дефать. Не разведут на байбэк. Да, антимаг остался сидеть. Ну вот только пак смогли развести. Но пак обычно умирает уже там в конце драки. Его не так просто подцепить. Он очень мобильный. Особенно с Сокторином. Он постоянно прячется в этот шифт, у которого кулдаун... Четыре с половиной с Сокторином. Да, четыре с половиной и 3,25 он сидит там. То есть... Если еще еул какой-то был бы... Но еулы здесь нет по одной простой причине. Так, видят, что здесь есть ненастоящее дерево. Ликвидируют его. Искусственная елка. Искусственная елка. Ну, кстати, по Вардам, от Финнам вырываются вперед. Это важно сейчас. Это, да, важнейшее. Но для меня, на самом деле, это важнее многих показателей в этой игре конкретно. Ну и во всяком случае, можно еще долго смотреть. Очень жестко антимагу сбили и линку, и лоту сорпов. Все равно смогли его зафокусить. Но сколько же много уже всего у нас есть в игре. То, что можно сбивать абсолютно все. Нужно больше линкенсфер. Больше линкенсфер. Лоту сорпов обмазывает этого антимага. В лесу. Видят, опять же... Это у нас повышки практически фуловые. На ботами фуловые. Но дерево тут старается. Опять хп у Тавра команды от Финнам снизу. Ремонтные работы производить вовремя. Да, с деревом запушить очень тяжело. Аганим, кстати, очень неплохо работает. Наносит хардэмэдж в драйв. Так, антимаг берет все травела. Кирасу он выложил. Выбирает Кирасу. Идет на нижнюю линию. Здесь много крипов. Абф не взял? Ай-яй-яй, ошибаюсь. Ай-яй, нормально с его так спидом. Конечно, с бфом быстрее, но... Так интереснее, понимаешь? О, все горится. С бфа трудно. Неси бф мне. Оружи... Эй, оруженосец! 82-ая минута игры. 42 на 26 у нас счет в пользу команды Virtus.pro. По золоту уже абсолютно не важно, потому что... В Virtus.pro ведут где-то 16 тысяч, а у Алохи мертвым грузом лежит 19. То есть просто... Ну, может быть, ему тоже стоило собрать... Ну, я скажу так, что в какое-то время курьер антимага имеет гораздо больше нотворца, чем FNG или Rikimaru. М-да, причем вместе взятые, наверное, даже. А, спичка в Миде какая-то у нас? Просто ТП. Просто ТП и Смок. И Мидасик, и фарми себе 6 слотов Rikimaru. Или, может быть, даже BF. Ты в момент, мне кажется, что ты пытаешься схейтить на себя народ. Почему? Мидасик, и фарми 6 слотов. Смотри... Понимаешь, что это займет еще 50-60 минут? Да, но если он не зафармит и поймет в какой-то момент, что нужно вски фармить, игра может затянуться не на 60 минут, а на 180. Ставят очень опасные сейчас ситуации, но лезть-то на фонтан явно не стоит. Боже мой, как же они глубоко заходят. Нет, слишком большие риски. У пака нету байбэка. Верцепро сидят по ТП-4 этого раме. И просто отходят. Можно как-то уже начать сужать карту, чтобы по бокам она так срастала и все меньше? Есть же какое-то тестовое лобби, где там только мид. Только мид. И все. Не, это нас тут не спасет никак. Ну да, но я думаю, что реально стоит начать больше, просто начинать тупо больше фармить с упортом. Потому что если они вынесут какое-то золото, они могут в драке делать хорошие вещи. Например, тут же Рикимару против Террор Блейда с хорошими артефактами. Если заултит, он может раздать много урона. Ты так говоришь, если они вынесут какое-то золото, в это время появляется злое лицо антимага, и она говорит, вы не вынесете никакого золота и продолжает антимага просто срубать. Вот смотри, смотри, он идет на антимага. Смотри. Титан, фарму хочешь? Хочешь фарму? А нету фарма. В какой руке конфетка? Ни в какой. Титан, тем временем, мы хотим с линии фармить. Нормально. С другой стороны, зачем вообще было трогать этих антимага? Просто по инерции уже идет. 8400 АМ. Это создание видимости, как будто он что-то делает. То есть на карте давно уже ничего не происходит, но я вроде как фармлю эншентов, у меня 8500 в кармане, они мне не нужны, но... Глент, ультанол. Поцепили пака. Пытались захексить. Там ПКБ. А прыгать дальше будет? Нет. Все, отступили. Отступили. Съедают иллюзию террорблейда с помощью дах. Оно у тринта теперь нет ультимейта. 60 секунд. Антимаг идет дальше. Антимаг просто пристрашен. Это мы уже видели, как он прыгает в хайграунд в одного. Да, но здесь реально не очень хочется с ним драться, потому что провязали там и ПКБшки, и крипы на базу заходят. Нужно каким-то образом дефить. Пытается съесть Рики. У него все еще есть топорик, он пытается найти нужное дерево. Он находит нужное дерево. Элдер Титан. 5800. Ну что, может быть, стоит задуматься о каком-то аганиме или рефрешере, чтобы давать два ультимейта. Все-таки его ультимейты бьют очень-очень больно. Там, вешать дизарм тоже очень полезно. Дизарм вешается на сколько секунд? Я не помню, на 5 что ли? Даже на 5,5. Антимаг выкладывает БКБ, берет БФ, берет сапог. И что он больше времени тратит на махинации с инвентарем? Ну, если он сплитит, да, он, конечно, правильный брать БФ. Но если он при этом идет драться, ему не хочется с этим БФом, и третий Некрасс. Пошло добро! Третий Некрасс. Чего антимага? Теперь можно блинкнуться на хайграунд, вызвать Некрассею, блинкнуться обратно. Еще рефрешер можно собрать. Вот, Элдер Титан берет себе рефрешер. Вот теперь он сможет заряжать очень и очень жестко. А где Эзерил у Пака? Что он сделал? Он что-то взял рефрешер, что-то его продал, взял, продал, взял, разобрал. Что происходит? Титан. Перемет не удался. Может быть на байбай? О! О, Год. Год тоже закрыли. Огон. Ну да, здесь уже, я думаю, что у Год уже. Третий Некрассею ТВ! Добро! Немного меда вам в глаза. Не только в уши, но и в глаза теперь. Теперь надо делать, покупать масс-доминаторы, заманивать крипов и создавать армию свою где-то. То есть ты на фонтане создаешь огромную армию, и в какой-то момент, когда идет драка, ты ее там посылаешь через верх, и она просто успевает все снасти. Кстати, крипы, между прочим, уже, посмотри на их характеристики. Нет, пока еще слабенькие. Но, я вот не помню точное время, когда крипы на линии становятся по силе равны мега-крипам. То есть даже со стоящими бараками. Ну, такой момент Доти может наступить. Может. И очень надеюсь, что мы сегодня его не увидим. Да, не хотелось бы. Кстати говоря, о крипах супер-мега-крип стоит уже в лесах, что-то там контролят. Я, правда, не вижу доминатора, с помощью которого его подчинили. Может, он просто перешел на сторону? Он не просто перешел. Он принадлежит игроку. Он принадлежит году, судя по цвету. Но я не вижу доминатора. Угода. Там где-то сныком? К поиске потерянного доминатора. Стоит, стоит. Дружаня. Дезертир какой-то бросит команду свою. Говорит, не хочу ее за нее больше сражаться. 12 лет играю все еще без пенсии. Тут, кстати говоря, и с обратной стороны у нас появился кентавр, который принадлежит антимагу. Но тоже доминатора я не вижу. Где вы их прячете? Ну, их целесообразно оставлять на фонтане, потому что их нельзя там сломать. Ну, ладно. Где-то спрят зелено. Очень интересно, как эти команды будут играть дальше, если вот они настолько жестко... Вот, ладно, ладно. Выигравшая команда, допустим, мы понимаем, она выиграла, она там... Ну, все, слава богу, поехали дальше. Но как проигравшая, она просто будет сидеть, мне кажется, и пересматривать демку на скорости 0.5, где, в какой момент мы совершили роковую ошибку? Что сломалось? Кто где ошибся? Ах, я бы сейчас себе купил новые уши. Почему? Потому что наушники уже спрессовали эти до плоской формы абсолютно. За 88 минут. Так, Элдер Титан решил, что это помойка, ваш рефрешер. Я лучше куплю себе... Так, Хекс, сверху на падение. Да, на Мадару. Мадару могут забрать. Мадара. Мадара просветает. Мадару все пятером ловит, Мадару забирают. Байбэк есть. 100 секунд, его не будет. Там байбэк, понятное дело, есть. Уже можно об этом не говорить. Он... ЕС у всех! Офкорс еще можно в скобочках дописать. Ну, в какой-то момент, может быть, антимаг увлечется шоппингом. На скидки попадет от Габена? Да. Вот, кстати, доминатор антимага я нашел. Он лежит в курьере. Возможно, антимаг... Доминатор года я тоже найду. 18 зарядов Бладстона, 2 рефрешера, 3 некра... Нет, это явно не то, что я искал. В этом курьере 2 рефрешера, некрочи и 18 зарядов. Неплохо. Мне кажется, уже пора ввести это, что можно снаряжать курьеров, и они становились начальными что-то придумать. Строить колосса какого-нибудь, который бы шел и ломал по центральной линии за обешенные бабки раз в 100 минут. Ну и тогда бы мы хотя бы одного могли уже увидеть через 10 минут. 90 минут! 90 минут длилась эта игра. Еще 30 минут и 2 часика. 2 часика идеальный тайминг для игры, я считаю, Virtus.pro. Вот. Иллидан ушел, а Virtus.pro остались. Virtus.pro остались, и... Появляется Рошан, его могут забрать ввп отдать 220 минут, нам предлагают. Спасибо. Спасибо. Спасибо за предложение. Спасибо. Пожалуй, откажусь. Очень было заманчиво, звучало интересно, но, пожалуй, откажусь. Гуат. Ну тут забирают Рошана, Элдротитан пытается помешать, просто потянуть время. На самом деле, Рошан, опять же, для кор-героев уже не нужен, потому что у них там по 7-8 слотов, но стягиваются, антимаг может сделать телепорт стягиваются на Рошана, залетает арпа пака, ставится с эндри, Рошан все еще жив, форма Терраблэйда закончилась, рефрешер у него в кулдауне, нужно бежать. И можно интеграться? Кем нашли? Кода нашли, ставится Смол Свин, сказаются в Ноу Фир, Ноу Фир уже слаб, но получает огон, Ноу Фир может погибнуть, Ноу Фир все еще стейп под Смол Свин, да, так, было вот так, Алоха, пошел ТЕК, самит Алблэйд, нахер 129 секунтов не будет, он байбеккается, пошел рефрешер, Титан стоит сцепить года, год заснул, Тимберчейн ему сбили, и может прыгнуть на самом деле на спину ему. Да, и год из года убьет, года убивают, есть байбек, байбекнулся Алоха, но у него сейчас, да, он использовал, кстати, форму, у него нет рефрешера, и никого не потеряли от финнам. Они получили много золота, но им некуда его вкладывать, аганим появляется у Винги, она также байбеккается, тренд про... Детектор байбеккается, и нужно еще и Тимберсоп по-хорошему развести на байбек, но... посмотрим, что будут делать, вызывается Некрачи, там Мас пошел под пуш, еще байбек. Мас Некрачи пошел свап, оказывается на хайграунде Спартан, но у Фира можно запоксить, он после байбека, но у Фир может погибнуть, дает стан Спартана, но у Фир погибает. В это время Мадара все еще живет, да, он остается без манды, блинкать его больше не можно, надо ему бежать, отсюда спускается вниз, а блинкивается отсюда Рикимару, на хайграунде остается только Спартан, скушал сыр, становится фуловым, боже, что происходит, ставится пауза. Скайларк, по-моему, не понимает, что происходит сейчас, и говорит, ребята, нам нужно время подумать, гол пишет, я подумал. Да, возможно, просто у кого-то зависла Дода, потому что уже очень много всего происходит на экране, Атфином как никогда близки к тому, чтобы сломать вторую сторону. Гот забирает Некрача, у него стоит половина здоровья, нужно играть очень аккуратно Сергею Брагину. Прыгает Бэтрайдер, дает кекс к Мадару, Мадару нету маны, Гот, ой-ой-ой, как же больно, у Йоку без проблемы. Топорики, антимаг расправился, байбэк у Йоку есть, он может выкупиться, Мадара преследует, Алоха нажимает блэкинг бар, просто спасает Сибехин, угрызает тут Года, вот остается практически без маны, очередной догон, бак запрыгивает Лансона, Мадару пытается тащить, но там Лотос висит, поэтому они держат друг друга, и Йоку здесь погибнет. После байбэка, 125 секунд его не будет, Мадара, текст, Алоха, сжидается, минус Алоха, его тоже не будет, это Гудгейм, Эд Файном выигрывает эту катку, Гудгейм пишет ФНГ, 93 минуты добра. Да, но катушка получилась просто шикарная у нас, да, и один прогноз мне не залетел, не угадал я с вардами, как у вас, Виктор? У меня все неплохо, два не залетело. Все примерно так же, но на самом деле, эпичнейшая игра, миллиарды слотов, в итоге от Финнам смогли использовать свои скиллы лучше, и выиграть несколько драк подряд на Рошане, поймали там Террор Блейд без формы, мне показалось, что антимаг Террор Блейда просто уничтожал в драке, как...